приветственное шипение все равно музыка громкая все делаю делаю подкручиваю подкручивая на все громкой громкой всем привет друзья 159 в эфире меня зовут павел 28 у нас 28 у нас на дворе среда 28 апреля если вы вдруг потерялись в пространстве и времени то 28 апреля да я вас всех привет приветствую да вот это что у меня это у меня оттол я читаю антон чек от антона чек на пиццу пицца в далеком вчера тут звучишь к хорошей радиоведущей не теряет его пожалуйста где тут тут это где 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 тут звучу не знаю где тут звучу нигде нигде не звучу где-то в ваших радиоприемников ваших головах возможно я где-то в ваших головах некий антон заказывает пиццу и выставляет паша счета некий паша заказывает пиццу и антон выставляет ему счета да все наоборот вообще оттол но от антон пусть будет антон вчера захотелось внезапной пиццы давно не ел пиццы не там а вот там не здесь а вот тут да мне вам нечего рассказать утреннем разгоне потому что весь свой вечер последующий я потратил на анрил энджин всю ночь я потратил на то чтобы заснуть это видно все утро я потратил на анрил энджин всю жизнь потратил на анрил энджин вот поэтому ничего нового если вы приходите периодически на стримы то ничего не нового не произошло не происходит и на разве что я полностью перенес все что делал в андрил энджин что газелька теперь ездит по холмам да а так больше ничего не произошло пушки все еще не работают меняет немножко грустит меня это немножко а еще я долго вчера не мог понять как вытянуть так называемый чар чар рф карактер референс это делалось как-то очень просто я помню на одном из стримов я это делал и мне сказали детей тут вот сюда на тыкнуть просто и все я туда тыкнул и такой о лол чар референс теперь когда но пытаюсь новые пушки разместить они не работают вот и почему-то код тоже не работает кот который двигает предметы в одном блюпринте не двигает предметы в другом блюпринте пока непонятно но я пытаюсь я пытаюсь я стараюсь такие вот дела хотя я помню последний раз когда я в анриле делал что-то как раз пытался пушку покрутить как раз разбирался с этим вопросом что у нас на них почти не крутится за счет костей но можно нормально крутить за счет маша ну то есть мышь можно крутить а кости не крутится нихера точнее задать анимацию костям с помощью мышки не получалось а вот задать анимацию вращения с помощью там не с помощью мышки там за счет прицела условный был объект прицел из-за него цеплялись координаты и предмет поворачивались его сторону и это получалось сделать в моем проекте это получалось сделать с переменным успехом получалось в проекте мозголомика но у него через кости но если принести мой код в его код то можно ну то есть у меня двигалась двигались мыши они двигались кости но кости у нас не получилось анимировать плюс я так на это очень тяжело и затратно большинстве гайдов используется именно движение именно мыши потому что мыши с мышами проще мыши проще крутить почему-то я вообще не понял почему вообще нелогично очень много вещей которые в стреляю встречаю в движке они абсолютно нелогичные и действует через какую-то очень сложную схему когда казалось бы ну вот вот координаты вот код который двигает на координаты что ты хочешь еще от меня движок почему тебе нужно еще какие то вот все же просто вот есть координаты вот этот объект дает координаты вот этот объект принимает координаты вращение к нему все но нет нет все не так легко все не так легко вчера твич ревел смотрел мне было не до твич ревелсов я вообще не смотрел трансляции не вчера не надо забить на стримы сесть дальше все это делать и как раз пусть спокойно превратиться в зрителя не стримера сидеть смотреть стримчанский там кто-то бубнит а я спокойно код намного проще чем я сижу что-то рассказываю нервничаю периодически люди только и делают что заказывают музыку в чате но кажется ее даже не слушают не в итоге а я постоянно триггерюсь на чат но в смысле смотрю там что-то подвинулась я же все время разговариваю сам собой задаю какие-то вопросы в пустоту и тут то где-то слева вижу о чат подвинулся может быть ответ может быть ответ может быть какой-то ответ может быть какое-то решение может быть какой-то совет а конечно то просто заказ музыки какой-то очередной в общем нервно это все когда сам сидишь и делаешь в тишине как-то легче другой стороны иногда бывают приходит советчики такие которые шарят что-то либо в блендере вот вчера мне очень помог чувак я к сожалению не запомнил ника но он тип очень помог мне с блендером там с как нормали выставить типа научил меня выделять там отдельные блоки короче вот короче несколько команд у меня прям 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 в прямую вот это я люблю когда у тебя есть конкретная задача приходит человек такой детей просто нужно лол просто нажми там alt n все и флип это такой чё подожди alt n флип о да работает все одно одно предложение и проблема решена и так иногда бывает и с анрилом но это очень редко у вас посетил на вас это как в кубик в настольных играх типа на удачу ты бросаешь кубик и тебе там удача 10 и в чат приходит человек который подсказывает тебе что сделать вот а потом исчезает а потом ты сидишь кидаешь кубик и те все время падает 111 никто никто не помогает такие дела так и работы поэтому нет я не смотрел 3 чарелс да мне не очень интересно если честно чё там 3 чарелс был по call of duty да да по call of duty меня не смотрю по call of duty 3 чарелса я вот смотрел по майнкрафта 3 чарелс что-то просто и ну просто необычно было интересно тем более там наши наши ну как мэл там участвовал в call of duty равен сах тоже наши участвуют но там кроме рекреента 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 короче особо не на кого смотреть вчера twitch райвэлс да вот become famous by followers праймс and viewers в р давайте я вам денег кинул вместо хотя бы и так смотрит чем кек buy an elephant доработал бы я ну да работал бы я в блендере я бы лучше знал а так я логику понимаю но кнопок не знаю я блендер плюс анрил а я могу только в 3d max плюс unity нас раскидала по разным полосам даже совет никакого дельного дать не могу я я не ну то есть меня привлекает слушать но случай с 3d максом то все понятно все же опять же вот в случае с редактором графическим несмотря на то что я периодически ругаюсь на блендер но в блендере есть одна вещь которая сделана не для людей одна вещь это очень непонятно управление камерой через среднюю кнопку мышки это я не не очень понимаю как создатели до этого дошли потому что каждый раз когда ты переходишь в любую другое приложение там управление мышкой довольно понятное да то есть там там по моему если ты зажимаешь левую кнопку то перемещается по по осям если ты поможешь наоборот если левую то ты можешь как бы двигать или добавить правую короче чаще всего мышку можно покрутить вокруг объекта спокойно она точнее обычно управление камеры не привязана ни к чему и только в блендере я встречаю ситуацию когда у тебя камера всегда привязана к какому-либо объекту возможно конечно удобнее чтобы смотреть перспективе но блин ну то есть кнопка достаточно было ставить кнопку центр как центровки на объекте это нормально то есть кнопка дел это довольно удобно дэвид в блендере это центровка на объекте который с которым ты работаешь и это норм ну то есть у меня же есть выделение условно ты нажимаешь на объект линию точку или фейс и нажимаешь ноль и он на нем фокусируется все это очень удобно но в остальном одеть кинул кубик на донат спасибо кондин за 200 на костях 200 выпадает на костях обычно там от 1 до 12 а тут целых 200 спасибо поэтому ну возможно я просто очень далек я же все все же дилетант я же все же дилетант поэтому я далек от того как работают профессионалы и наверное для профессионалов это удобно но для меня как человека из который с другой стороны игровой индустрии до игрок для меня логично что камера вокруг 3d объекта должна быть свободной логин для меня логично понятное дело что для редакторов наверное не логично для них наверное проще но это странно когда опять же в блендере ты включаешь и тебе приходится драться буквально драться с камерой а потом ты запускаешь анабил энжен и там камера сделана как человеческая человеческая к причем там же есть довольно удобный элемент когда ты выбираешь перспективу он тебя еще всю сетку показан то есть все если тебе нужно чисто по иксу все выставить чисто по иксу видеть там сбоку или там там есть отдельные кнопки он и он жестко тебе блокирует при этом в опять же в андре ленджине он тебе жестко блокирует но ты можешь свободно перемещать камеру с помощью мышки то там тебе не надо делать это через среднюю кнопку в общем это единственная вещь которая в блендере меня напрягает эта камера она специфичная не надо привыкать и когда я перемещаю типа импортирую постоянно объекты из блендера в анрил у меня все время ситуация когда я типа в анриле нормально все работает потом я перемещаюсь в блендер начиная использовать кнопки из анрила или все ломаю в блендере потому что там эти кнопки действует там эти кнопки делают другие действия это немножко конечно рассинхронивает процесс но все равно все равно при этом редакторы графические которые сейчас существуют вот в том числе блендер если у тебя неплохая как-то пространственно неплохое пространственное мышление то есть ты можешь видеть объекты у себя в голове звучит как шиза как дурка gpg но условно ты представляешь объект плюс когда ты представляешь объект ты можешь разложить его на на грани и на фейсы фейсы edge и точки то есть ты представляешь как ты его будешь делать ты понимаешь что большинство объектов состоят там из кубов да это примитивная дальше уже начинается работа с гранями но ты можешь представить себе как то есть по факту все объекты состоят состоят из edge нету к круг круг круга не существует круг это миф круг это просто очень большое количество edge и вот и все факт и когда ты понимаешь как работает в целом как основу того из чего созданы 3d объекты в целом тебе становится немножко проще потому что ты знаешь что основа 3d объекта это три составляющие это точки грани и фейса ну я не знаю как как они правильно называются не назовешь их лицами полигон короче и все делается из этого это три вещи из которых состоит любой 3d объект будь он сложный или будь он простой они все равно и даже несмотря на то что блендер там может где-то уступать и если ты понимаешь эти вещи ты можешь в блендере создать имея примитивные знания ты можешь все равно что-то создать то есть тебе даже не обязательно понятное дело что есть автоматить автоматические всякие приколы есть модифайры которые могут тебе быстро создать несколько копий объекта или отзеркалить например да чтобы и потому что я на первых парах например объект симметричный делал вручную то есть я делал куб и вручную менял его симметричные edge при том что внутри блендера есть специальный модифайр где ты делаешь только половину объекта применяешь модифайр и вторая половина рисуется автоматически тебе не надо следить за тем чтобы левая грань совпадала справа и она будет делать это сама то есть даже несмотря на все это самой примитивная история типа кубы там кружочки треугольнички понимая основы того как работа как из чего состоят объекты и как работать в редакторах графических это может быть то есть в том же фотошопе работать примерно также если что просто ты работаешь на плоскости они в объеме просто тебе в блендере надо знать еще 33 карди еще две координаты даже нет еще одну координат у тебя z координат появляется и все в том же фотошопе у тебя x y да ты тоже двигаешь тоже изменяешь тоже точки кстати есть тоже edge есть и прочее вот разница что не хватает еще одну еще одного dimension еще одного плоскости еще вот но если ты хоть раз с этим работал то в целом разобраться в блендере будет не очень сложно тем более что вот все кнопочки интерфейс специфичный то все равно создать пару там человека из кубиков или кружочков или колбасок вот этих вот цилиндров ну сможешь даже с будет посложнее разобраться в костевой анимации там с привязкой скорее будет сложно но это уже нюанс то есть в этом в этом нет было бы в каких-то сложностей в сложности начнутся в более в более когда тебе понадобится делать эту работу профессионально и и быстро там конечно же сложится но там если ты свободен от подобного и делаешь что-то свое то базовых знаний базовый курс знаний работы редакторов будет вполне достаточно вот но с анрилом это не работает с анрилом от мира там базовых зданий недостаточно я сегодня вот в дискорде описал анрил как типа что у тебя не одна нить которую ты редактируешь а у тебя 10 нитей и ты с каждой нитки должен взять свою свою в свои данные чтобы с чтобы что-то произвести то есть анрил такая многослойная штука где решать задачу кодом можно на нескольких этапах то есть она не делается все в одном я изначально когда начал делать я делал все в одно типа плясал от вот блока газельки типа от машины а на самом деле у тебя в каждом элементе может быть свой свой код ты делаешь пушку в ней свой код у нее вообще свой блюпринт отдельный в которой вписаны все условия тебе просто надо написать элемент который будет этот эту твою пушку брать вот эта нитка пушки вот тебе надо с нее взять там координаты с нее взять там метку с нее взять то забираешь на центральную линию вот опять же у тебя то у тебя есть там не знаю модули например это другая нитка ты да и ты вот это все должен у тебя не одна нить от которой ты пляшешь разводишь а несколько нитей и это конечно очень тяжело очень тяжело потому что на все свой блюпринт это довольно перегружено но в этом плане анрил энджин мне кажется немножечко визуально понять то что я например вообще не понимаю код ну то есть смысле я не не знаю кода но блоки команд мне более менее понятно то есть я могу в них курить то есть я понимаю что такое get что такое сет я понимаю там некие сиквенсы которые можно вставлять что если так то так если так то сяк я-то понимаю не работу более-менее с координатами то есть за счет блоков можно как это попроще все это в курить когда я запускала unity я нихрена не понял там хотя вроде бы даже интерфейсы похожи и нихрена там не понял и плюс я так понял что там обязательно писать код который мне придется сначала выучить потому что на самом деле по факту для моей игры больше конечно же подошел бы unity что она простецкая ну достаточно простецкая но многие 3d редакторы делают свое управление камерой вот когда необходимо перескакивать с одного в другой вечно тупишь и воспоминаешь как то что двигается возможно у блендера есть перенастройка с объекта на мир в максим можно сделать так чтобы камера фоксировалась на точке какой-то и не поверишь средняя кнопка то блин удобно у меня нет это неудобно средняя кнопка неудобно потому что у меня по-моему один в одной из мышек кнопка начала тупить мне я даже испугался а нет у меня на моей мышки но я даже испугался что у меня мышка сломалась а если у меня сломалась мышка то вся работа с блендером уходит в минус тоже не море если у тебя средняя кнопка мышки сломалась как ты будешь все это вращать а там это жизненно необходимо жизненно как там другого способа вращать камеру просто нет тебе хотя бы не надо включать отдельный режим для свободного кручения камеры по сравнению с и брашем камера в блендере это верх совершенства я понимаю что один вопрос в сравнении конечно же у нас работе 3d-шники используют картинку с подсказками ход киев для блендера как здесь на скрине в самом низу статьи я ну я понимаю там есть ход кей но чтобы пользоваться ход кейми надо понимать что они делают в смысле просто кнопка из которой рядом команда тебе не совсем объяснить тебе нужно объяснение того что ты делаешь ну и в основном я запоминаю какие которые с которыми я постоянно взаимодействую при том что я довольно часто переключая там из object мода выйдет мод но я не пользуюсь ход кейм мне не очень не знаю я каждый раз когда я использую ход кей я смотрю на клавиатуру это снимает мое время потому что так то у меня интерфейс я такой а вот нажал вот я поменялся object мода наедит вот все нормально а там что-то так ход кей значит control что-то там я вчера нормали вкрутил не когда сделал объекты у меня некоторые нормали были перевернуты это значит что у поверхности отображение есть как бы верх и низ всегда то есть если и джи и точки примерно примерно без без всего но по моему них тоже есть нормали тоже есть направление но не суть у поверхности на которой размещается визуальная часть но текстура например натягивается у нее есть как бы плюс и минус если так можно описать то есть вверх и низ и при создании 3d объектов можно в определенный момент не понять и перепутать но не перепутать ты просто делаешь и делать так для тебя-то она это просто серая серая поверхность и все но потом когда ты все это переносишь в движок там эти нормали естественно нормально раскладываются и в итоге когда а если они если у тебя поверхность перевернута получилась точнее ты ее импортировал перевернутой то вместо того чтобы она приобрела цвет или текстуру эта текстура будет с другой стороны а с этой стороны надо будет просто прозрачной потому что там ничего нет ну потому что плоская плоская нормально по сути прозрачная с одной стороны ну потому что у нее есть плюс и минус в минусе она незаметная в плюсе она заметна В общем, перевернутое лицо Ну, вроде того, вроде того Ну, такая, не то чтобы сложная Просто одна из вещей тоже, которую надо понимать В 3D-объектах Еще, я сидел такой Alt-N Так, выбрал Alt-N Ты все время смотрел на клавиатуру Мало ли, не дай бог Не промахнусь Зато теперь знаю, что Alt-N отвечает за поворот Вспомнили я об этом В общем Но гибкость признания кода Более-менее нормальная Ну, я вот Для меня некоторые вещи В Anrile Простые и понятные, а некоторые вещи Запутанные и Недоступные Причем я вроде даже нашел дерево Где я нашел вроде, где можно посмотреть на дерево предметов То есть, что за чем следует Правда, оно тоже специфичное Вот Ну, мне бы было проще видеть Как бы не Чтобы блюпринты были не раскиданы по всем местам А чтобы было вот именно древо То есть, вот Вот в центре, например, блюпринт Ходовой части автомобиля Вот от него ниточка Которая ведет к кабине Вот между этой ниточкой кабиной Можно вставить код, который отвечает, например, за спавн кабины Да Или наоборот Или от самого блока Идет ниточка С кодом, отвечающий за спавн кабины Причем я это вижу как? Я вижу ситуацию, когда есть просто условный txt файл Ну, условный файл Условная база Вот, в которой делается выбор игрока Вот Игрок выбирает, например, ну, покупая, да Выбирает вот кабину, называющуюся патриот Внутри кода у кабины патриот присвоена там цифра 1 Вот Следовательно, файл перезаписывается То есть игрок выбирает эту кабину Изначально в этом файле записаны там блоки 1 Там кабина 1 Кузов 1 Там пушка 1 То есть базовая, когда игрок спавнится Когда машинка спавнится, он только начинает играть Когда он приезжает в магазин Там выбирает пункты Пункт при покупке другой кабины В этом файле переписывается значение просто То есть пользователь выбрал значение 2 для файла база кабин Вот Там переписывается на пункт 2 Следовательно, это передает значение Это отводит к базе кабин Оттуда захватывается значение 2 И переводится это значение 2 Спавнится на базе, спавнится кабина 2 Все, но я так вижу Ну то есть для меня именно алгоритмика Того, как это будет работать На цифрах, на пальцах Прозрачная Мне это в голове Мне даже не надо писать Как его Тех файл не надо писать Расписывать все Ну все примитивно, понятно Но вот как заставить код это сделать, как подобным образом... То есть, у меня такое ощущение, что мне проще даже код свой написать, свой язык написать, чем блоками разбираться. Но я... Ну, чтобы писать код... Потому что, ну, реально же, все просто. Ну, вот, ну, звучит же просто. Вот внутренний скелет. Есть основной блок автомобиля. Он состоит из рамы и колес. Все, в нем больше ничего нету. Это основной блок. Он отвечает за перемещение. Все. То есть, это как лошадка. Этому блоку заданы параметры перемещения игроком. То есть, игрок нажимает кнопку W, блок начинает перемещение там с определенным ускорением в пространстве. В зависимости от веса, который заданы тоже внутри параметров этого блока исключительно. Все. Там больше ничего не должно быть. Но также на базе есть некий блок размещения объектов. Ну, точнее, команда размещения объектов. Такие как кабина, задний блок, ну, типа, как-то кузов, пушки. Точнее, даже не так. Ну да, кузов и пушки. И блок, как его... Оружейный блок, на котором тоже размещаются пушки. Вот. Все это привязано, но не является частью... Не является частью. Оно просто спавнится. Из некого файла за выбор отвечает файл, который просто переписывается по выбору игрока. Игрок выбирает это. Условно, в системе игрок выбирает цифру 2. Цифра 2 переносится в файл значений, который отвечает за спавн объектов. Из базы забирается объект под номером 2. Объект под номером 2 — это кабина, вот там, Патриот, например. И она переспавнивается на основной... На кузов переспавнивается. Не на кузов, а как-то на раму. Ну, короче, блин, повторюсь, звучит-то все просто. Ну, реально просто же. 1 плюс 2. Реально, если раскидать все объекты циферками назвать, то это будет, ну, типа, максимально просто. Или буквами. Ну, то есть, реально можно... Я могу собрать схему того, как это должно работать, просто буквами или цифрами. И это все будет выглядеть как уравнение. Типа, 1 плюс 2 плюс 3. Там, 1 плюс 1 плюс 1. Там, пушка 1 плюс кабина 1 плюс, там, колеса 1. Если игрок выбирает... Приезжает в, там, не знаю... На базу 1 и выбирает, там... Отнимает у базы 1 значение, там, кабина 2, то она прибавляется. Ну, короче, нет. Только она не прибавляется, она заменяет. В этом и проблема. Что, опять же, как оно должно работать, я знаю. А вот как заставить код... Как, точнее, заставить движок выполнять команды, которые я знаю, я не знаю. Я не знаю. Это сложнее. Это несколько сложнее. Проблемы... Проблемы начинающих геймдевов. Геймдевов. Вот. Ну, а пока вы заснули, я почитаю новости, которых сегодня невероятно мало, и они невероятно неинтересные. Все почти. Вообще нихрена интересуют. Какие-то дни отчеты о продажах. PlayStation продалась 7 миллионов. Там... Monster Hunter Rise продалась, там, 5 миллионов. Да посрать мне, сколько они там продались. И так понятно, что Monster Hunter Rise продастся великолепно. И у PlayStation все будет нормально. Ну, типа... Какие-то скучные, невероятно скучные бухгалтерские новости сегодня. Ничего вообще интересного не произошло в этот день. Точнее, за эти сутки вообще ничего не произошло интересного. Какая-то одна ерунда. Apple оштрафовали. Ну, это единственная интересная новость, что бобры на целый день оставили без интернета мобильные связи город в Канаде. Власть бобрам. Это единственная прикольная новость за сегодня, и все. Сейчас, подождите, я обновлю программу, которую я никак не обновляю. Которой я пользуюсь. Когда будем смотреть все серии рейнджеров... Никогда не будем смотреть. Не, я не буду смотреть сейчас. Я в детстве смотрел, в детстве было око. Сейчас как-то это на такой себе. Бобры теперь ошибка Beaver, не только в Дустане. Да я сразу вспомнил игру про бобров, которую вам показывал, демку. Где надо строить свое поселение в постапокалипсисе. Добавить быстрый запуск, создать перлык на рабочем столе. Устанавливаем, допустим. То ли дело новости науки, которые мы постоянно успешно скипаем. Да нет никаких новостей науки. В смысле, у нас новости исключительно про игры и кино. Какая наука ты, а чё вообще? Чё ровнешь, что ли? Новости науки, которые мы постоянно скипаем. Это же самое, что сказать. Это новости, не знаю, автостроения, которые мы постоянно скипаем. Мы про них и не рассказываем никогда. У нас их никогда не бывает. Только если они как-то затрагивают околоигровые или околотехнические темы. Постоянно, говорит, скипаем. Постоянно скипаем. Никогда не берем. Никогда не попадались, точнее. Постоянно скипаем. Кек. Или, не знаю, новости про аниме, например. Которые тоже никогда не попадают, потому что нахер они нужны. Все анимешники и так знают, что произошло. Наука это лошади в церковь. Да. Пойди свечку поставь. Пойди поставь свечку за... За новости науки. Ой, да и к тому же, знаете, новости науки это такая история, что вам сейчас расскажут, а реализуется это лет через 10 только. Типа, ученые изобрели новый вид пластика, который полностью разлагается. Когда его запустят в производство? Лет через 200, если вообще запустят, потому что человечество скорее друг друга уничтожит. И никакой вам крутой пластика не будет. Не будет никакого крутого пластика. Или там, ученые изобрели невероятный двигатель. Когда он появится? Лет через 50. Ученые сделали более там... Энергоемкую батарею. Она удерживает больше заряда и быстрее заряжается. Когда она появится? Лет через 50. Ученые там изобрели... А, или вот это вот. Мне больше нравятся сейчас новости, типа... Разработчики оперативной памяти выпуска, типа, дела сделали DDR8. Но чипов нет. Производство в дефиците. И вообще, когда все это... И платы на них не работают. И ничего на них не работает. Поэтому сидите, ждите, опять же, 200 лет, пока это все заработает. Вон, когда Boston Dynamics свои первые ролики с собаками, вот этими робособаками показывали. Когда это было? Господи, мне кажется, еще... Мы еще этими видосами обменивались еще через Аську, мне кажется. Я помню, там смешной на Ютубе ролик был, где пародия на вот этих собак Boston Dynamics, где там два человека с мешками на спинах ходят и их пинают ногами. И в итоге что? В итоге вот они успели продастся, по-моему, переделать их. И сейчас эти собаки периодически помогают полиции, все. И то непонятно, что они тоже делают. Оказалось, вот-вот, вот-вот эти собаки станут другом человека, будут носить вещи из Ашана за тебя. Корейцы купили, да-да-да. Вот это вот как бы и вся проблема, что ты смотришь, вау, круто. Вау, круто, вот робот ходит, двери открывает, там что-то танцует, пританцовывает. А в итоге миру это нахер не нужно. Текущему миру это нахер не нужно. А когда появится поколение и мир, которому это надо будет, пока непонятно. Потому что мы, во-первых, в пандемии и не можем со своими проблемами, точнее проблемами друг с другом не можем решить, о каких вообще роботах, науках и технологиях речь. Ну вертолет на Марсе запустили. Ну полетал он и посмотрел на свою базу, на ровер посмотрел. Ну хорошо, и что? Да ничего, вот именно. Ну хочет Маск на Марсе запустить людей. Ну так он запустит в итоге. Он запустит, но приведет ли это к чему? Причем самое парадоксальное для меня, что на фоне, точнее абсолютно рядом, новость про то, что Маск рассуждает о высадке людей на Марсе. И новость о том, что эту станцию космическую собираются затопить и новую сделать. Ну я понимаю почему, потому что старые уже старые и надо, и проще новую запускать и собирать, но все равно. Вот это как бы то, что станция не разрастается где-то на орбите и не приобретает новые модули жилые, а ее просто уронят в воду и соберут новую. Ну да, зато нам скоро полетим. Теперь их будут заменять постепенно на настоящих. Думаю лет за 150 заменят, да. Куча стримеров в Покемейн и ее приближенные купили такого собак себе в стримхату для лулзов. Вот о чем и речь. Мы будем забивать гвозди айфонами, понимаете. Или точнее будем забивать гвозди не айфонами, а этими микроскопами электронными. Так наше человечество, так наши, our species, наш вид так готов к техническому прогрессу на таком уровне. Уровень нашего технического прогресса это селфи-палки и эти спиннеры. Вот уровень технического прогресса человечества, понимаете. То, что отдельные представители людей выводят наш вид немножечко выше, это хорошо, конечно. Я как бы счастлив за космонавтов, за маску и прочее. Но, к сожалению, в большей массе своей развитие нашей расы это ультраширокий объектив на айфоне и съемка в темноте. Хотя съемка в темноте это довольно круто, но все равно. Я не осуждаю широкоугольный фотоаппарат, точнее широкоугольную линзу и съемки в темноте с помощью телефонов. Это круто, но это то, что нас удивляет больше, чем, там, не знаю, нахождение воды на Марсе или полет туда. Приведет к росту экономики США. Лунная программа США приносила 12 долларов с вложенного. С одного вложенного. Прикольно. Ну, поехали все в Америку. Почему мы тут сидим? Поехали на батуте в Америку. Может быть, нам экономика США что-нибудь есть. Я хз. Я, ну, типа... Не то, чтобы это значит, типа, все, никакой науки. Не слушайте больше научных людей. Просто гру... Мне от этого, скорее, грустно становится. То, что действительно отдельные виды людей... Виды людей... Отдельные люди дышат и думают неким развитием человечества более глобально и масштабно. Но большая часть человечества думает не о развитии, а о накоплении. Если бы мы все вместе в едином порыве думали бы о космосе, то мы, мне кажется, уже давным-давно там бы летали. А мы думаем о том, как... Как вот... А мы думаем о том, как выжить на этой планете. Понимаете? Это вот... Это тот вот самый момент. Мы не думаем о том, как развить человечество до космических масштабов. Мы думаем о том, как выжить на этой планете. Потому что, по сути, деньги — это выживание. Если у тебя есть деньги, то ты с большей вероятностью выживешь. Другой вопрос, что рано или поздно накопление денег становится самоцелью. Да это не наука, это популярная наука. Инфо-шум а-ля британские ученые. Но это уже кому как. Это уж кому как. Ладно. Новости, которые я вам хотел рассказать. Которые набежали за это время. За свои эти сутки. ФАС оштрафовала Apple на 907 миллионов рублей за нарушение антимонопольного закона. Разбирательство началось после того, как лаборатория Касперского пожаловалась на отклонение обновлений для Касперский Safe Kids. Там вообще какая-то жидкая история опять. Жидкая новость у нас. Жидкая новость. Итак, дело возбудили в 2019 году после жалобы Касперского на Apple из-за необоснованного отклонения свежей версии приложения Касперский Safe Kids. В августе 2020 ФАС пришли к выводу, что Apple лично ограничивает конкуренцию на iOS-устройствах и злоупотребляет своим положением. Также органы исполнительной власти недовольны, что по документам Apple может отказывать приложениям выпуски на своей площадке, даже если они подходят под все озвученные требования. Это может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. Сама Apple не согласна с решением ФАС и работает с лабораторией Касперского для приведения приложения к стандартам качества. Тут почему-то не описана ситуация полностью, но насколько я с ней знаком, Касперский пожаловался в ФАС. ФАС начал проверку. Apple начала договариваться с Касперским и договорилась в итоге. Насколько я знаю, в итоге Касперский с Apple решил проблему. Но они не успели отозвать свой иск. И ФАС все равно оштрафовала Apple. Но Apple сдаваться не будет. Посмотрим, что... Ну, хотя, с другой стороны, тут дело даже не в Apple, это добро пожаловать в Россию, хочется сказать. 29 апреля Microsoft опубликует заявление о намерении дальше поддерживать ПК-гейминг. Это завтра, уже завтра. Согласно Джеффу Грабу. Компания якобы расскажет о важности ПК и, возможно, сделает анонсы об улучшении своих сервисов. Xbox Game Pass и Microsoft Store, например, на платформе. Это не будет презентацией, а скорее обычным постом в блоге Xbox. И большое лицо большого фила, который говорит yes. Может быть да, а может быть нет. Может быть завтра, а может быть не завтра. В минувшие выходные... Вот, вот эта замечательная новость про бобров. Она мне очень понравилась. В минувшие выходные несколько бобров на целый день отрезали небольшой город в Канаде от интернета, кабельного телевидения и мобильной связи. Животным понравились армированная изоляция, которая защищала оптоволоконный кабель. Они использовали ее в качестве материала для плотины. Ну а че добру пропадать, да? Подумаешь, жалкие людишки, вонючие вот эти вот, останутся без интернета и телевизора. Наоборот, может поумнеют. Хотя без интернета вряд ли, но все равно. Провайдер Телос сообщил, что небольшой город Тамблер, блин, у них даже город Тамблер называется, Тамбл Ридж. Классно. У подножия скалистых гор в Канаде в минувшие выходные целый день был отрезан от интернета и мобильной связи. Виновниками происшествия стали бобры, которые перегрызли оптоволоконный кабель. Кабель был основным каналом связи между городом с населением около 2000 жителей и цивилизаций. Он был защищен 11-сантиметровой армированной изоляцией и закопан на метровую глубину. Но бобров это не остановило. Животные не просто перегрызли кабель, они использовали изоляцию в качестве строительного материала для укрепления плотины. Причем само оптоволокно они, судя по всему, повредили не сразу. Перебои связи заметили только 24 апреля, около 4 часов утра. Ремонт линии потребовал около 12 часов после обнаружения места разрыва. Поэтому связь восстановилась только к вечеру субботы. О судьбе бобров и их плотины не сообщается. Возможно, животных переселили на новое место подальше от важных коммуникаций. В Канаде действуют достаточно жесткие природоохранные законы. И уничтожать бобров имеют право только специальные ведомства и землевладельцы, которые могут доказать, что животные вредят бизнесу или собственности на их частной территории. Ну вот так вот. Ни единого разрыва, пока бобры не приехали. Да, может быть, это бобры из мультика. Но я говорю, я сразу вспомнил стратегию, которую я вам... Экономическую стратегию про бобров, которую я вам стримил где-то пару месяцев назад. Где-то зимой. Где после ядерного апокалипсиса, ну или после какого-то апокалипсиса, выжили только бобры. И вам надо строить коммуну бобров. Периодически следят за тем, что иногда вода уходит. Типа наступает определенный период, когда воды может не быть, и вам надо ей запасаться. Это самая красивая игра в истории. Точка. Конечно, это не будет правдой всегда, но если говорить о моменте релиза 11 июня, я уверен, это в этом заявлении на 100%. Сотрудники Insomniac называют Ratchet & Clank Rift Apart самой красивой игрой в истории. Ну, ребятки, опасно, опасно. Ну, то есть она, конечно, красивая, но как бы... С другой стороны, как говорится, сам не похвалишь, никто не похвалит. Поэтому, не знаю, мне кажется, что Spider-Man's Miles Morales лучше. Попробуйте меня переспорить, Insomniac. Причем у вас-то мультяшные фурии, а там человеки, не гипертрофированной анимации. Вы попробуйте сделать мультяшных персонажей, каждый может. Да, нарисовать какие-нибудь глаза большие. Это... Это... Это легко. А вот вы попробуйте человеческую анимацию достоверно реализовать. Я на вас посмотрю. С другой стороны, у Insomniac уже были же, они же делали... Нет, подождите. Ну да, это же Insomniac делали. У них был... Second Son у них был. Infamous. Это же Insomniac. По-моему, если я правильно помню. Тоже, кстати, красивая была достаточно игра. Шо то, шо это. Кризис-то один самый красивый до сих пор, да. Да вообще Майнкрафт. Видели ли Insomniac Майнкрафт в RTX? Потому что если они заявляют о Ratchet & Clank такое, то явно не видели. Они явно не видели Майнкрафт с RTX. Вроде они же и сделали Miles Morales. Тогда чё они вообще? О чём они вообще? У них уже есть тогда самая красивая игра. Пока что на данный момент. Но, с другой стороны, люди, которые сделали Miles Morales, вполне могут заявлять, что их игра самая красивая в истории. Uncharted 4 самая красивая игра? Нээ... Ну, она красивая, конечно. Но тот же Last of Us Part 2 по деталям и по всему, по мелочам обставляет Uncharted 4. Скайрим самая красивая? И вот тут не поспоришь, тут не поспоришь, конечно. CD Projekt рассказал об успехах магазина GOG. Его чистая выручка повысилась на 114% по сравнению с прошлым годом. Большинство клиентов GOG в возрасте от 18 до 34 лет и предпочитают они одиночные ролевые и сюжетные игры. Давайте узнаем, какие у них там дела. Итак, онлайн-магазин GOG.com также решил подвести собственные итоги, и это он сделал масштабной инфографикой, в которую включены важные факты и цифры. Благодаря этому мы узнали, что чистая выручка магазина повысилась на 114% по сравнению с прошлым годом. Все, это все, что мы узнали, потому что новость не хочет нормально грузиться. Давайте попробуем еще раз узнать эту информацию из инфографики. Видимо, целая куча картинок, что ли, или видео. Я не понимаю, почему она так себя ведет. Из всех покупателей GOG практически половина живет в Европе. Это крупнейший рынок. Уступает ему Северная Америка. На ее долю приходится 34% покупок. Практически не пользуется каталогом GOG в Азии, Австралии и тем более на других континентах. Вот видите, 49% Европа и 34% Северная Америка. В 2020 году в магазине вышло 483 игры и сейчас в каталоге более 4700 наименований. Из них более 400 тысяч добавлены по просьбам... Да ёптвою мать, понятно, короче. Спасибо. Очень интересная новость. В общем, у GOG все хорошо. Если вы вдруг думаете, что GOG там как-то при смерти бьется, и весь успех CD Projekt это Witcher, Ведьмак и Cyberpunk, которые в прошлом году продались еще лучше, чем обычно. Ну, точнее, Ведьмак продался хорошо, еще лучше, чем обычно, а Cyberpunk продался хорошо. Так вот, нет. GOG тоже хорошо себя чувствует. Тоже приносит денежки. Глава ЦБ России Эльвира Набиулина в ходе открытого урока дала школьникам ряд финансовых советов. И посоветовала им не брать кредиты на PS5 и подобные товары, а лучше копить на них. Она призналась, что и сама предпочитает жить по средствам, а не занимать. У тебя три ляма с половиной зарплата. Точнее, не зарплата, а, по-моему, отчет в год у нее был три ляма. Конечно, ты не живешь в кредит. Тебе он, сука, не нужен. Твой кредит это мои налоги. Ты можешь любую сумму себе выкорчевать под какие-нибудь твои проекты, которые в итоге где-то прогорят. Понятно. Если бы я с твоей зарплатой жил, я бы тоже жил по средствам. Нахера. Таких средств хватит любому человеку Российской Федерации, чтобы жить по средствам. И не покупать PlayStation 5 в кредит. Как же я люблю, когда люди из нашего правительства, живущие на наши деньги максимально хорошо, учат меня, как жить в этой стране на те зарплаты, которые на таком низком уровне по их вине. Как же я, сука, это люблю. Просто обожаю. Просто обожаю этих замечательных людей, которые живут в другом мире, абсолютно в другом вообще, вот в своем там правительством мире, у которых все хорошо. И они учат меня жить, как мне тут выживать. Ну, ты вот давай поменяемся тогда. Если хочешь пожить по доходам, давай поменяемся. Ты мне, я тебе. Посмотрим, как ты по доходам поживешь. Даже не так. Давай ты не со мной поменяешься. Что ты сразу со мной? Я-то все-таки еще в Москве живу. Давай ты поменяешься с каким-то, не знаю, жителем провинции. Вот, поработаешь, не знаю, в местной пятерочке за 30 тысяч рублей на кассе. Посмотрим, как ты там поживешь по доходам. Ой, ох, что это... Это советы серии просто купи... Ты бездомный, просто купи дом, лоу. 27 апреля Набиулина провела, провела, провела открытый онлайн-урок для школьников и рассказал о том, что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами. В ходе... Просто воруй налоги, лол. В ходе выступления она отметила, что чтобы быть готовым к любому варианту развития событий, не нужно брать кредиты на вещи, на которые можно накопить. В качестве примера она провела консоль PlayStation 5. Нужно обязательно следить за своей кредитной нагрузкой. Не набирать кредиты бездумно, чтобы ее месячные платы по ним превышали 50%, а лучше и 30% от доходов. Нет, тут, конечно, она права, это вполне логично. Тут, как бы, все правильно. И, как минимум, не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить. Например, покупка PS5, это, я думаю, плохой повод взять кредит. Хотя в текущей ситуации, судя по популярности того же Тинькова, который вырос именно на микрокредитах по 30-50 тысяч рублей, это как раз, наоборот, хороший вариант. Потому что взять кредит, там, не знаю, на 5 лет на 500 тысяч рублей, это будет куда более сложнее, чем взять кредит на 30 тысяч рублей на год, условно. Да, ты переплатишь, зато у тебя ставка минимальная будет, тебе надо будет платить счета типа тысячу или полторы тысячи в месяц. Но, согласитесь, все же, да, при зарплате, там, не знаю, вот 30 тысяч в месяц, или 35, или 40 тысяч, ну-ка ладно, хорошо, возьмем побольше, при зарплате полтинник в месяц, купить консоль и в течение года платить по тысяче или полторы в год, при этом наслаждаясь играми, вполне нормальная ситуация. Но это вопрос в том, насколько у тебя стабильная зарплата. Поэтому, как раз, наоборот, в условиях России я бы, скорее, вам посоветовал, если вы хотите купить PlayStation 5, купите ее в кредит сейчас, если у вас есть возможность. Потому что завтра у вас может не быть возможности, во-первых, не быть денег на эту консоль, в принципе, либо она может быть запрещена в России, потому что окажется, что эта консоль, это Sony, это иностранный агент, и вообще занимается через консоль пропагандами насилия и еще чего-то там. Либо просто компания Sony перестанет работать с Россией, потому что здесь полная жопа. Поэтому лучше купите сейчас в кредит. Не слушайте на Биулиду, которая живет на ваши налоги и ни в чем себе не отказывает. И она-то вообще консоль себе не купит, даже она и не нужна. Кроме того, чтобы сохранить стабильность в любой ситуации, необходимо иметь финансовую подушку безопасности. Около шести ежемесячных доходов подчеркнула на Биулина. Откуда? Откуда я тебе их достану? Может, ты поделишься своей подушкой? У нас-то подушки нет, у нас пара перьев и все. Люди в стране живут с перьями. А не с подушкой. Подушка, говорят, шесть ежемесячных доходов. Ты с ума с... То есть, условно, ты зарабатываешь в какой-нибудь, вот опять же, пятерочке на кассе 35 тысяч. 35 на 6 умножить. Ну, допустим, 30 тысяч. 30 на 6. Это сколько? Это около 180 тысяч. Серьезно? То есть, вы предлагаете, что у... Я не знаю, сколько человек, зарабатывающий 30 тысяч в пятерочке, сколько ему понадобится лет, чтобы накопить 180 тысяч. При условии, что эти 30 тысяч, они же идут на коммуналку, на еду, на... Ну, на коммуналку, на еду как минимум. Да, без еды и коммуналки ты просто не выживешь. И куда? Коммуналка тысяч 10, еда тысяч 15. У тебя 5 тысяч останется кое-как. Кое-как еще останется. Налоги, ну, ты же отдельно не платишь налоги. Ты платишь налоги при покупке, там, еды и прочее. Ты же, условно... Ну, то есть, если у тебя нет машины, ты не платишь. На машину есть взнос, там, налоги на машину. Но налоги на жилье... Я хз, у меня нет во владении ни одного жилья, поэтому я как бы не знаю. Я знаю, что за дачные участки надо платить налоги, да. А вот за квартиру я, кстати, не знаю как. Ну, потому что мне квартира не принадлежит, поэтому я никогда не видел налога. Ну, там, да, наверное, тоже. Наверное, тоже еще налоги за хату. Ну, а это ладно, на частную собственность. Ну, подожди, ну, квартира приватизированная, это частная собственность или нет? Налог на жилье есть, но он в разы меньше автомобильного. Ну, вот у меня двухлитровый двигатель с... Ну, потому что именно, неважно какая у вас машина, налог на автомобиль считается по мощности. Вот. У меня двухлитровый двигатель, 143 лошадиные силы. Я плачу в год, в год 5 тысяч, не в месяц. Тут надо иметь нюанс такой, что все же налоги ты платишь именно на собственность, ты платишь раз в год. Вот. И если она не шибко чересчурная, то ты как бы нормально... Тут, опять же, за 35 тысяч рублей в месяц, я думаю, что у тебя вряд ли есть своя квартира. Ну, может быть, она тебе от кого-то досталась, но с большой вероятностью ты переехал там куда-то там и живешь на съемной. Ну, кстати, да, в случае со съемной квартирой ты платишь еще больше, получается. У тебя вообще денег не останется. И о какой подушке мы можем говорить при таких зарплатах? Просто зарабатывай больше денег, лол. Осталось добавить набиулиной. У меня перьев нет, у меня подушки синтепоновые. Вот ты как устроился, хорошо. Пускай идут в ОМОН там за 50к где-то. Ну, ты же не можешь просто взять и пойти в ОМОН. Ну, то есть, в смысле, ты не можешь не подойти на ОМОНовца. В конце концов, все же там есть какие-то ограничения по здоровью, например. Ты платишь налоги с зарплаты, ты платишь, а не твой работодатель. Ну, у тебя налоги вписаны. Ты платишь налоги за еду, ты при покупке, там же есть НДС условный, да, ты там платишь. И да, за тебя платят налоги. То есть, уже ты 35 тысяч получаешь уже как бы с вычетом. То есть, если бы не было налога, ты получал бы, по-моему, в районе полтинника ты бы получал. Потому что, насколько я знаю, работодатель платит за тебя почти 50% с того, что ты заработаешь. Там, по-моему, около 45 накапливается. То есть, если все вместе сложить, там около 45% денег, которые должны выплатить тебе на руки, они уходят на страховку и на пенсионку. И еще какой-то, по-моему, налог есть там. То есть, тебе должны выплатить в два раза больше, но платят 35. Зато в пенсионку, как бы, деньги уходят. Я, кстати, так и не понял, на что страховка нужна. Если есть пенсионка, страховка это что? Оно за что? О чем? Причем там хорошие суммы уходят. Нормальные такие. Вот. Это Россия, плати налоги, да? Нет, платить налоги везде надо. Тут, в этом нет проблемы. Слушайте, я не говорю, что отменить все налоги. Как бы, в Европе налоги еще повыше будут. Другой вопрос, что куда идут эти налоги? Вопрос только в этом. Налоги не есть плохо. Ты живешь в стране, да? И за то, чтобы эта страна нормально функционировала, в том числе, нормально управлялась, как раз ты платишь налоги. Эти налоги идут на то, чтобы дороги нормально содержались в нормальном состоянии, дома в нормальном состоянии, коммуникации в нормальном состоянии, то есть трубы, там электричество, вот это все, то есть городское все вокруг тебя. То есть ты живешь в доме, и чтобы вокруг, в твоем районе, все было хорошо, ты как бы платишь налоги. То есть это нормально. Нормально то, что я плачу налог, автомобильный налог, абсолютно меня устраивает. Меня не устраивает, как и многих других, то, что мои налоги уходят на какую-то херню. И в итоге дороги разбиты, улицы разбиты, и все как-то, ну типа... Зато у Набиулиной зарплата 3 миллиона. Вот это, вот когда уходят мои налоги, понимаете? Вот это мне не нравится. Мне не нравится, только один момент. Да мне даже посрать, что у Набиулиной такая зарплата. Ра-бо-тать. Работать. Ра-бо-тать. Не рассказывать мне, как покупать PlayStation, я разберусь. Ра-бо-тай. Так, чтобы ВВП было там выше или ниже. Работай так, чтобы экономика страны была великой. Работай так, чтобы дороги были нормальными целыми. Работай так, чтобы все в стране было великолепно. Ра-бо-тать. Я плачу налоги. Ты должна работать. Я плачу налоги. Ты должна работать. Все просто. Правительство должно работать, потому что я плачу ему налоги. А когда я плачу налоги, а правительство не работает, получается такая херня, которую мы видим в России. И все. Мне не важно, кто у руля. Путин и Навальный и херальный. Мне посрать на это. Абсолютно. Все должно работать. Вот и все. Люди должны работать. Если они на своих местах, они должны выполнять задачи. А не увеличивать, а не просто сидеть на зарплате и ни хрена не делать. Все просто. Это моя позиция исключительно. Работать. Надо просто работать. Не подлизывать власти и кричать, о, это все Америка виновата, а работать, находить выходы, решать проблемы. Да, это сложно, прикиньте. Да, прикиньте, в правительстве работать сложно. Задач много, проблем много. Все это надо решать. Но их надо решать. Они херней какой-то занимают. А не рассказывать детям, как PlayStation 5 в кредит покупать. Уж без вас, блин, разберемся. Как нам PlayStation. Вы лучше родителям, вы лучше сделайте ситуацию в стране такой, чтобы все было нормально. И люди были защищены от бедности. Но они же не защищены. Причем народ хочет отмены уплаты налогов работодателям и сделать систему, как в Америке. Только я уверен, что если вдруг у нас так захотят сделать, разница в запахе, кому вернут. Я не знаю, как там работает. Это тоже меня не сильно... Не так... Не сильно... Не сильно волнует. Меня волнует то, что денег много, а уходят они на херню. Вот это меня волнует. Это меня волнует. Ну как волнует? Я, кстати, все равно ничего не сделаю. Я просто могу сидеть, вот стучать кулачком по столу. Все, что я могу сделать. Я это и делаюсь. Сижу и стучу кулачком по столу. Вы думаете, этот стук как-то достучится до верхов? Они такие посмотрят. У нас же люди в бедности живут. Надо что-то делать. Заплатим 10 тысяч за ребенка. Единоразово. Поднимем демографию. Поможем народу. 10 тысяч за ребенка. Да. Опять я ушел. Паш, правда, говорит, работодатель платит 45% от твоей официальной ЗП. Не так. ЗП 13% от страховой выплаты тебе бы никто не выплатил. Это обязалово для фирмы, в которой работаешь. Еще раз. Почти 45% денег, которые тебе могли бы выплатить, уходят на всякие обязательные выплаты работодателям за тебя. Ну, это в том числе за... За страховку, за... За пенсионку. Ну, то есть, эти вещи могли бы раскидать непосредственно на... Я так понимаю, что в Америке они там сами декларации заполняют. Типа того. Ну, я не знаю, как у них работает, я не вникал. У нас тоже, опять же, у нас, например, автоматически там где-то тебе счета заводят и переводят. Хотя, по идее, эту часть... А если я не хочу, например, я вот не хочу на пенсию копить, хочу сейчас все деньги просрать. Я, может, до пенсии не доживу. Я хочу свои деньги вот сейчас. Нахер у меня это пенсионный фонд, БББ. Я отказываюсь, хочу подписать документы и отказаться. Платите мне все мои деньги, которые сейчас. И страховка мне не нужна, ничего. Вот налог там на зарплату я буду 13% платить и все, и отвалите от меня. Че, в чем проблема-то? Никакой проблемы нет, но... Есть. Но все же есть. Просто Россию не любишь. Если бы любил, тебя бы все устраивало. Нет, я люблю Россию, поэтому... Поэтому меня и не устраивают некоторые вещи. Не бомбит, да. Работают за бугром, у нас зарабатывают. Нет, они работают... В смысле? Нет, они не работают за бугром. Они просто сосут налоги и все. Ну, то есть ты же платишь за все это. Все это набивается. А они сосут бесконтрольно все это. Высасывают. А потом жалуются. Ой, а что-то денег нету. Вот в казне нету денег. Потому что ты себе их в карман напихал. Поэтому их и нету в казне. Ты себе зарплату срежь. Ты кто? Ты кем себя вызовут? Вот... Как... Кто она? Председатель Банка России. Вот она кем себя возомнила? Кто она? Что она сделала вообще хорошего для того же Центробанка? Какие-то, может быть, интересные, какие-то полезные вела, вещи какие-то. Что-то сделала такое, что подняло экономику. Нет. Она просто сидит на месте. И однажды ее место... Когда она постареет совсем, ее место займет какой-нибудь ее сын, дочь или наставник. Точнее, приставный какой-то. Короче, кто-то еще. Все. Ну, то есть, я не вижу работы ее. Она что-то сделала? Она что-то как-то постареет? Нет, она вот пришла посоветовать мне, как мне кредит на PlayStation. Детям пришла посоветовать, как кредиты на PlayStation брать. Ну, типа, это что? Это серьезно вообще? Это дела? Из чего у нее такая зарплата? Кем? Ну, вот кто? Ну, вот кто? Я понимаю, если бы у нее были премии, бонусы. Но они сами их в себе выписывают. Ну, типа, камон. Вот именно, что она должна жить по уровню. Вот именно, что у нее зарплата должна быть по уровню жизни в России. А не по уровню налогов, которые выплачивают налогоплательщики. У них сейчас зарплата из наших денег. Из наших налогов. Мы им платим зарплату. Никто другой им не платит. Это наше. Но они ее берут столько, сколько хотят. Ну, потому что тяжело. Ну, то есть им тяжело, а нам не тяжело. У нас все в порядке. Также, отвечая на вопросы школьников, глава ЦБ подчеркнула, что лучше копить на своей цели, чем жить непосредственно и брать... А, ну, это я уже все прочитал, да. Да, спасибо. Очень полезная... Очень полезная вылазка толстосума в мир нищеты. И объяснение, как надо жить. Спасибо. Ну, потому что даже в теории, если даже налоги и работали нормально, то отказ от пенсионных выплат так просто не сделать, потому что твои выплаты идут сейчас с нынешним пенсионером, а на твою пенсию будут идти деньги уже следующие поколения. Пирамида, да? Да. Ох, что эти белые европейцы, там люди о второй миске риса мечтают. Это же годовая ЗП вроде в месяц. 300к для руководителя вроде обычная ЗП. Я понимаю, что это годовая, но... Нет, там у нее больше, по-моему, там не 3 ляма у нее годовая. Ну, слушай, за 300к в месяц я тоже спокойно буду жить по средствам вообще без проблем. Вообще без проблем. Ну, опять же, для руководителя, который нормально... А сколько попилено, ты понимаешь? Опять же, я говорю, мне похер, какая у нее в целом зарплата. Да без проблем. 300к, ну 300к, хорошо. Но они же все время жалуются, что в казне не хватает денег, налогов мало. В смысле мало? В смысле мало? А потом мы смотрим, как, типа, государство выделяет 20 миллионов для блокирования телеграм. Это наши деньги, вы понимаете? Вот наши деньги. Это не ее 300к. Она из своих 300к ничего на это не даст. Я понимаю, что это разные вещи. Но это все... Это выделили... То есть, то же самое. Где-нибудь наверняка, наверняка, если погуглить, мы найдем какое-нибудь выделение средств для Центробанка. Типа, из казны для Центробанка было выделено 20 миллионов, чтобы они там что-то сделали. И в итоге, где эти деньги? Они все где-то осели. Вот по карманам еще кого-либо. Или просто просрались. Это тоже самое обидное, что 20 миллионов на тот же телеграм, да? Типа, на тот же телеграм там что-то выделили. И где, и чего, и что-то произошло. Или, опять же, выделяют кучу денег на пакет Яровой, например. Где этот пакет? Во-первых, где он? Во-вторых, его действия контрпродуктивны для нас. То есть, за наши с вами деньги правительство придумало, как нам нагадить. Чтобы нам, вот, чтобы у нас Твиттер медленнее работал и Ютуб. Понимаете? То есть, вылезает вот как раз кто-то такой, который хочет денег срубить. Он подлизывает вышестоящему руководству простыми якорями. Типа, Америка, нам надо сувенирный, сувенирный, сувернитетный интернет, короче, защититься. Враги повсюду. Дайте денег, мы сделаем защиту. Естественно, это работает, потому что, да, действительно, он правда говорит. Америка ведь хочет нас поработить, захватить, уничтожить. Вот тебе деньги, делай защиту. Половина денег просирается, половина денег распиливается. Наполовину, на оставшуюся четверть денег, делают какую-то херню, которая все ломает. И работает через жопу. И потом приходят, ну, нам денег еще не хватило. Ну, блин, эта схема, она настолько прозрачна и настолько вот на поверхности, просто, ну, никто же за этим не следит. Ну, типа, потом, когда разбирательство, ну, вы ведь деньги выделили на хорошие дела. На хорошие, хорошие, все. А если вы против того, чтобы твиттер замедляли, то вы враг России. И ты смотришь на это, вы, у вас нормально, с головой все в порядке, вы здоровы. Вы, может быть, выйдете, не знаю, хотя бы, ладно, ладно, не выходите из Госдумы, да, не выходите. Вы хотя бы окно откройте и посмотрите, что там, блядь, происходит в вашей стране. Потому что ощущение, что есть из Госдумы, есть такой вот коридор, закрытый полностью, глухой, который сразу в автомобиль, из автомобиля сразу в свою загородную резиденцию, и все. Типа, и в загородной резиденции с глухим забором, с куполом, чтобы только не видеть этих мерзких, проклятых людей, которые вечно чем-то недовольны. Вот, ну, вот, лично у меня такое ощущение от происходящего. Когда вы последний раз видели, чтобы непоказательно, типа, как Путин встречается с горняками, непоказательно, представитель какой-нибудь, вот, представитель власти какого-нибудь министерства, вот, вышел на улицу и посмотрел, как что работает. Да не в жизнь, да им посрать вообще. Они живут в своем коконе, в котором много денег, налогоплательщиков, и вообще отдельный мир и свои проблемы, типа, на новую яхту не хватает, условно, конечно же. И люди живут в этой стране в отдельном коконе, в котором они пытаются выжить. Все. Связи нет. Связи между правительством и людьми нету между народом. И это тоже одна из проблем. То, что одни отгородились от других и продолжают отгораживаться. Люди пытаются выжить в этой стране, а правительство пытается любой шум, любой шум, который есть, не разобраться в нем, а отгородиться от него. Кто-то шумит, поставить забор. Все. Кто-то шумит с чем-то таким, постараться обвинить его в привязанном... Кто-то шумит, привязать его шум к... Это все к козне Америки или к козне наших врагов. И все. Все просто. Ну, типа, ты просто вешаешь ярлык, то, что если шум какой-то, это все, вот, госдеп там виноват. Это все Америка виноват. Это, блядь, вы что, с ума сходили, что ли? А в разбитом асфальте, в городе, на центральных улицах разбитый асфальт и тротуары. Это тоже, да? Это вот все. Пришел Байден и потоптал ногами своими. Все из-за них. Или, может быть, вы ни разу не выходили на эту улицу, и по ней не ходили никогда, а только ездите в машине с мигалками, и ничего дальше этих машин не видите. И вам кажется, что да, в стране прекрасно живется, но это не так. Опять развели меня на политические дебаты. Что там, там где-то что-то читал, по-моему, кто-то скинул как раз подсчеты того. За декларированный доход председателя Банка России Эльвиры Наибулиной в 2020 году составил 35, почти 36 миллионов рублей. Против 35, почти 36 миллионов рублей годом ранее. Это я на нолик с вами, на нолик с вами ошибся, да? На Биулину, да. Это я ошибся, я говорил 3 миллиона, да? 35 миллионов, не хотите? 36 миллионов. За декларированный доход за год председателя Банка России. То есть я так понимаю, что председатель это не руководитель, а лишь председатель. Один из 35, сука, миллионов в год. Да куда ты, куда ты лезешь вообще? Куда ты лезешь? 35 миллионов. Чем ты занимаешься? Да господи, с зарплатой в 35 миллионов у нас Центробанк должен просто быть, я не знаю, центром мировой экономики. Реально, да, 35 миллионов. Сука, 35. Да мне 35 миллионов на всю жизнь бы хватило. А она в год получает 35. И это только председатель, вы понимаете? Она даже не какой-то там важный, это председатель. Если вы представляете, какие зарплаты у людей, которые повыше нее могут быть, или в других отделах, например. 35 миллионов. И она мне рассказывает, как кредиты на PlayStation брать. Спасибо. Спасибо. Вот. Поработать? Может быть, поднять экономику? Может быть, укрепить Центробанк? Может быть, да нет, расскажу, как PlayStation в кредит покупать. Вот это моя работа. Бомбит. Прям со всей, прям со всей силы бомбит. Гадит Обама в подъездах. Да уже давно не гадит, уже кто-то другой гадит. Да уже кто-то гадит, кто-то другой. Суверенный интернет это хорошо, а то в случае чего, при отключении России от интернета, много чего перестало бы работать. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ой. Это хорошо. Это тонко. Было очень тонко. Недавно же какой-то депутат танцевал в луже грязи в каком-то обоссо на дворе перед бабульками. Ну вот По ночам приезжают американцы И ломают аспальт У меня доход за год 990к до вычета 13% Ты тут прям аккуратней Тут налоговики сейчас какие-нибудь появятся Посчитаю твой зарплат В квартире стоит 30 миллионов Авто 10.30 Так почему такие ценники Почему такие ценники Квартира не стоит 30 миллионов Машина не стоит 10.30 Машина это импорт Несмотря на сборку в России Но многие вещи импортируются Почему квартира стоит 30 миллионов Это тоже Все проблемы не от циферок Все проблемы от того Кто эти циферки выставляет И по каким причинам От цене на сырье О цене на импорт О цене рубля К мировой валюте Точнее к доллару И к более сильным рынкам Вот тебе и все А кто за это Кто должен отвечать за то Чтобы рубль был повыше? Правительство И Центробанк Кстати тоже Наверное что-то должен сделать Но зачем что-то делать Когда у тебя в кармане Каждый год 35 миллионов Зачем? Ну типа серьезно Кто-то из вас бы Стал бы вообще работать Если бы у вас 35 миллионов Были бы в кармане Так бумажки бы перекладывали Делали вид Что работаете И отчитывались о том Что Путин Путин Оговорка по Фрейду И отчитывались о том Что Америка Опять вам наподонсрала Поэтому Поэтому пришлось Там какой-нибудь Я не знаю Какие-то показатели Занизить Кто выше в Центробанке Там наверняка Какой-нибудь руководитель есть Я думаю Что председатель Там председателей Жих несколько Есть Греф разве Он же не Руководитель Центробанка Или он только за За Сбербанк отвечает Я хз Я Я Не очень Не так глубоко Это на самом деле На самом деле Меня это не должно Волновать Я повторюсь Мне не должно волновать Что Набиулина Председатель Центробанка Получает 35 миллионов В год Меня это Не должно волновать Это не моя проблема И я не Не должен лезть В чужой карман И пересчитывать Меня волнует То что У нее 35 миллионов А у 35 миллионов Жителей России В кармане 35 тысяч Вот это меня волнует Вот это меня волнует Меня волнует Что человек Который должен Делать жизнь лучше Сидит на зарплате Людей У которых Жизни почти нет Которые выживают Вот это меня волнует И я повторюсь Мне плевать Даже если они воруют Распиливают И прочее Посрать Делай Сука Свою работу Работай так Чтобы жить в стране Становилось лучше И тогда Тогда не понадобится Ни 35 миллионов Зарплаты Не будет тогда Ценников 30 миллионов На квартиру Всего этого не будет Потому что Ты сделаешь так Что в стране Будет замечательно жить Здесь все будет Правильно распределено И хорошо работать Асфальт будет Перекладываться Раз в 10 лет Квартиры будут Дома будут Ремонтироваться Раз в 10 лет И они будут Выглядеть хорошо И не разваливаться Каждый Квартал И тебе не надо Будет пилить Зарплату Камон Это же все просто Тебе не надо Будет пилить Зарплату И Если в стране Будет отлично жить Тебе не надо Будет ездить На бронированных Машинах С мигалками Если в стране Будет хорошо жить Если тебе Тебе на руках Будет Тебе не надо Будет даже Блин машину иметь Тебя из Кремля Или там Из Госдумы Люди на руках Вот так вот До дома Будут переносить Потому что Они будут Благодарны тебе Они будут Благодарны тебе За то Что ты создал Такую Величайшую Точнее Даже не то Что создал Величайшую страну А создал Условия В которых Люди Не боятся Что завтра Окажутся на улице В которых Люди не боятся Что завтра Останутся без денег Которым люди Не боятся Что завтра К ним Войдутся в квартиру Бандиты И убьют Или просто Они будут идти По улице Их кто-нибудь Зарежет Когда люди В хорошем состоянии Когда люди Не боятся За завтрашний день Они Ну Они радостные И они не жалуются Ни на что Кто будет Какой идиот Будет жаловаться Если у него Все хорошо С зарплатой Все хорошо С его районом У него есть парки У него там Велодорожки Все хорошо Он знает Что Милиция Его Полиция Его бережет Ну Кто будет Жаловаться На это Ну Найдите Дурака Который Будет жаловаться На хорошие Условия Нет Таких Таких Нет Ну Либо он Дурак Если у вас Все хорошо Ну Типа То на что Вы будете Жаловаться Вам не на что Жаловаться Понятное дело Что это Утопия И Идеально Не будет Никогда Потому что Все же Политика И Жизнь В стране И наличие Большого количества Разношерстных Людей В стране Ну Не даст Всем жить Одинаково Понятное дело Что такое невозможно В конце концов Даже Иерархия Рабочая Иерархия Всегда Условно Уборщик Получает Всегда меньше Чем начальник И так и должно быть Это правильно Это Некое распределение И то что Опять же Набиулина Будет получать 35 миллионов Это тоже Как бы Вполне Ну Нормально Но это нормально В том числе В стране В которой Центробанк В которой Не знаю Рынок Или Центробанк Является Мировым Лидером В чем-то То есть И с ним считаются В мире И т.д. и т.п. А когда Ну типа Рубль в говне Страна в говне А у тебя 35 миллионов В кармане Ну ты Ну ты Ну ты Ты конечно Хорошо устроился Ну только Рассказывать Выходить к народу И рассказывать Как вещи В кредит Покупать Ну извините Когда Паша Увелся Работал У него Все было хорошо Да У меня Все было хорошо Я с этим Не спорю Но Скажем так Мне этого Хватало Я не хотела Получать 35 миллионов Ну нет Понятное дело Каждый человек Хочет Но я Я предпочитаю Как раз Не то чтобы Тут Как это Жить По доходам Да Как это Посредством Я предпочитаю И работать Посредству То есть Мне не нравится История Меня самого Беспокоит История Когда я Например Мало что делаю Но много За это получаю Это не очень Это расслабляет И Ну Это расслабляет Банально расслабляет Мне кажется Что и деньги Надо получать Средства Надо получать Тоже Потому что Ты делаешь Если ты условно Метешь Дворы Просто То понятное дело Что ты можешь Рассчитывать На более маленькую Зарплату А если Ты У тебя Большая ответственность Много работы И т.д. и т.п. И ты С ней Ты ее Выполняешь Не то что У тебя большая ответственность Много работы Ты сидишь И Передишь В Кресло Если ты Что-то Работаешь Логично Что ты можешь Рассчитывать На что-то Больше В общем Я к тому Я к тому что Когда есть Хороший ЗП Ты Не так Бомбишь На власти Ситуацию В стране Ну нет Это без разницы А какая разница Тут понимаешь Дело не в деньгах Дело в безопасности День Ну то есть Какая Ну будь ты Зарабатывай ты 100 тысяч Или 50 тысяч Ты одинаково В этой стране Ты их одинаково Можешь потерять Не зависит То есть Вот Устроил Прикол Точнее Общий рынок Российский В говне Естественно Рубль падает И вот твоя зарплата В 100 тысяч Уже на мировом рынке Уже сокращается То есть Это же Это же Были Когда Когда Резко Доллар Вскакал На 50 Процентов С 30 До 60 Да Были шутки По поводу того Что вот Типа 10 лет Назад Я получал Типа Тысячу долларов И Это была Там Зарплата Что-то Типа 30 тысяч Рублей А сейчас Я получаю Тысячу долларов И это Та же Зарплата В 30 тысяч Рублей Что-то Типа того Ну то есть Я уже Я плохо Конечно же Рассказываю Эту историю С твиттером Но вы поняли Я надеюсь Что вы поняли То что Мир поменялся А твоя Зарплата Не поменялась Она Она и только Уменьшилась То есть Ты за счет Просто за счет Того что Рубль Упал Твои Твои Деньги Обесценились Понимаешь То есть Можешь иметь Много Рублей А лучше Всего Эта Ситуация Просматривается Если ты Какой-нибудь Ну Миллионер Рублевый Да Вот Сегодня Сегодня Пока Доллар Стоит 30 рублей Ты Рублевый Миллионер У тебя Ты Рублевый Миллионер В пересчете В доллар У тебя Все Хорошо А вот Завтра Когда Все Наоборот Точнее Все Повысилось Тебе Уже Плохо Потому Что Твой Миллион Уже В доллар Не Так Много Это Уже Это Уже В Половину Раз Меньше На Это Много Теряешь Так Что Тут Дело Повторюсь Я Еще Раз Повторю Дел Дело В Общение В Зарплатах Мне Плевать Кто Сколько Зарабатывает Мне Больше Важно Что Люди Которые Зарабатывают Много Денег У Нас В Правительстве Ну Ничего Не Делают Либо Делают Но Очень Мало И При Этом Столько Зарабатывают Окей Если Бо Она Зарабатывала Да Даже Если Бо Она Зарабатывала 300 Тысяч Вот Как Мы До Этого Считали Да 300 Тысяч В Месяц Да Ну Окей Без Проблем Но Она Зарабатывает 35 Миллионов В Год И Что Она Сделала Для Этого Просто Просто Работает В Правительстве Лол Ну То Нет Наверное Она Что Сделала Наверное Там Какие То Дела Все Делаются Я Жмала Я Свечку Не Держала О Чем Я Могу Судить У Тебя Возникло Желание Чего Возникло Желание Лучше Разобраться В Их Обязанностях Если Б Мог На Это Время Потратить Опять Опять Я Жене Как То Не Их Контролер Не Входит В мою Обязанность На Всех Этапах Следить За Тем Что Делает Правительство Но Последствия Их Действий Отражаются Как На Частном Случай На О том Что Меня Окружает Условно На Моем Районе В Котором Я Живу Я Могу Выйти На Улицу И Увидеть Вещи Которые Косвенно С этим Связаны А В Основном Это Отсутствие Контроля Какого То есть Что-то Сделали И так Сойдет Все А В Более Масштабном Это Отражается На Ситуации Взаимодействия Всего Мира С нашей Страной И Отдельным Элементом Денежным Внутри Страны Это Это Все За Это Как раз Отвечает Наше Правительство Можно Сколько Угодно Махать Кулачком И кричать Что Да Нам Вот Америка Ну Хорошо Америка Тебе Пытается Поднасрать А Ты Чего Ты Просто Будешь Сидеть И Кричать Плакать Что Ли Может Ты Возьмешься И Поднимешь Рубль С колен Или Все Или Мы Можем Просто Кулачком Помахать Вот Это Все Америка Вот Это Они Нам Мешают Ну Так Ты Ты Великая Держава Может Ты Решишь Эту Проблему Или Ты Будешь Просто На 35 Миллионах Сидеть В данном Случа Я Такой Пример Привожу Но Я Уверен Что У Других Председателей Других Отделов Тоже Зарплата Немаленькая Или Ты Она заплачена За то Чтобы Ты Конкретно Решал Эту Проблему Так Начинай Решать Уже Пора Начинать Решать А не Рассказывать Мне Как Вещи В кредит Покупать Ты Должен Выступать Перед Детьми И Рассказывать Что Хотя Нет Выступать Перед Детьми И рассказывать Что завтра Будет Лучше В целом Ничего Не Изменится Ты Должен Не Выступать Перед Детьми Ты Должен Что-то Делать Работать Чтобы Дети Не Покупали Плейстейшн Не Думали О том Как Им Покупать Плейстейшн В кредит В этом Твоя Задача Как Госслужащего Сделать Жизнь Этого Города И Этой Страны Лучше А не Объяснить Как Выживать На мой Взгляд Объяснение Того Как Покупать Вещи В кредит Это Объяснение Как Выживать В квартиру Скорее Силовики Ворвутся А не Бандиты Да и Бандиты И силовики В том То есть Проблема Что Бандиты К тебе Ворвутся А силовики Тебе Не Помогут Ну а Если Ворвутся Силовики То Тебе Вообще Никто Не Поможет Вилс После Того Как Стал С Государством Работать В стране Все Стало Хорошо Раньше По Всяким Каналам Навальных Бегал Он Не Стал Работать С Государством Ну Понятное Дело Что Вы Видимо Насмотрелись Роликов Но Он Не Стал Работать С Государством В целом Вилса Так же Осуждает Все Происходящее Просто Не Лезет На Рожон А Кто Из Блогеров Кроме Политических Блогеров Лезет На Рожон Никто Не Лезет На Рожон А Почему Потому Что Все Боятся Что Если Тобой Вот И Все У Всех Единые Страхи Вы Понимаете Даже Люди Которые Много Зарабатывают Они Боятся Боятся Абсолютно Того Же Самого Абсолютно Того Же Самого Вот Ты Язык В жопу Засунул И Молчишь Почему Потому Что Нету В России Нету Элемента Который Может Противостоять Текущей Власти Его Просто Не Существует Будь Ты Навальным Хиральным Или Самым Богатым Человеком На Земле Посрать В России Власть У Власти Все И Если Ей Надо Тебя Закрыть Если Надо Тебя Посадить Они Это Сделают Даже Без Причины Ну Типа Все Каким Богатым Если Им Понадобятся Они Я думаю Этого Какого Рошельфильда Или Какого Там Спокойно Посадят Если Он Перейдет Дорогу Поэтому Как я Уже До Этого Говорил Есть Люди Которые Просто В Тишине Ну Типа Спокойно Занимаются Своим Делом Есть Люди Которые При Власти Все Других Других Нет И Не Будет Просто Это Одна Из Тех Самых Свобод О Которых Я Периодически Говорил Что В России Ты Достаточно Свободен Потому Что Ты Можешь Заниматься Своим Делом И До Определенного Момента К тебе Никто Не Придет Не Переходи Дорогу Власти И Все Будет Нормально Ты Можешь Зарабатывать Даже Много Денег Быть Блогером Популярным Бизнес Какие Строить Без Проблем Вообще Пока Тебя Не Видит Власти Пока Ты Не 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 Блестишь Перед Ней Делай Занимайся Да Ты Будешь Сталкиваться С Бандитами С Возможно Там Со Взятками Будешь С Этим Сталкиваться В России Но В целом Ты Можешь Отплатиться И Делать Бизнес Дальше Типа Как Взнос Свой Внес И Все Пока Ты Не Переходишь Дорогу Стоит Тебе Перейти В Дорогу Власти У Тебя Два Пути Ты Либо Вместе С Ней Либо Против Ней Если Ты Против Ней То До Свидания Пляшешь Ну Либо Ты Достаточно Влиятельный То Ты В совет Директоров Как раз Входишь Правительство Слабый рубль Хорошо Они Экспортируют Все В валюте А народу Платят В дешевом Рубле Эти Моменты Я уже Не знаю Для меня Самое Важное Чтобы Люди В стране Жили Хорошо Я считаю Вне Контекста Я считаю Что Цель Правительства Делать Так Чтобы Жить В стране Было Хорошо Потому Что Если Жить В стране Будет Хорошо То И Правительство Условно Не надо Будет Прятаться За Высокими Заборами Бронированными Машинами И Не надо Будет Иметь Зарплаты 35 Миллионов Потому Что Если Жизнь Хороша То В целом Тебе Будет Достаточно Ну Понятное Дело Высоких Высоких Зарплат Но не Гипервысоких 35 Миллионов Это Гипервысоких Серьезно Чуваки Любому Из вас Выдай 35 Миллионов Вы Сможете Мне кажется На них Спокойно Просто Прожить Всю Оставшуюся Жизнь И Работы 35 Миллионов Не Ну Понятное Дело Что Вот Квартиру Купить Вот Машину Купить Но Допустим У вас Уже Есть Даже На Съемной Квартире Без Автомобиля Мне кажется На 35 Миллионов Можно Спокойно Кушать И И Играть В Игры Иногда Может Быть Куда Нибудь Ездить И Летать Да Камон Вы Эти 35 Миллионов Можете Просто Под Проценты Куда Впихнуть И На Этот Процент Жить Все Серьезно 35 Миллионов 35 Миллионов 35 Миллионов Жесть Проебу 35 Нет Если Поставить Сель Потратить Эти Деньги То Естественно И Я Могу Их Потратить Одна Квартира В Центре Москвы И Вот У Тебе Уже Нет 35 Миллионов Но Я Говорю Именно Использование Этих Денег Как Финансирование Необходимых Трат То Коммуналка Еда Ну Там Коммуналка Еда Ну Ладно Я Интернет Например Тоже Вкладываю В коммуналку Все Вы На 35 Миллионов Можете Просто Спокойно Жить Вы Можете Вложить Эти Деньги Под Проценты Положите Все Квартиру В центре Москвы Не хватит Ну Да В целом 35 Миллионов Ну Прям В самом Центре Не хватит Там Уже Занято Но Где Нибудь Мне Кажется Хотя Не Мне Кажется Даже В Садовом Кольце Уже Таких Кредит Надо Грамотно Уметь Тоже Покупать Чтобы Месячные Платежи Выплачивать И не уйти В минус Кредит Это норм Я не считаю Что кредит Это плохо Нет Понятное Дело Что Ну Услово Я даже Уже Обсуждал Тему Что Например Если Ты Получаешь Там В месяц Сатен Да То Ты Спокойно Си Можешь Позволить Кредит Даже Несколько Кредитов В том числе Ипотеку Или Полтинник Да Нормально Ты можешь И ты будешь При этом Спокойно Жить И тебе Не будет Это ущемлять Понятное Дело Что Кредитом Надо Уметь Пользоваться Кредитом Надо Уметь Пользоваться Понятное Дело Но Я просто К тому Что Ну Причем Тут Руководитель Центробанка Председатель Центробанка Он Тут Причем Он Рассказывает Как На Плейстейшн Плейстейшн Покупать Коммуналка Еда Одежда Дети И т.д. Ну Одежда Дети Надо Да Еще Одежда Ну С одеждой Можно Опять же Если не покупать Каждую неделю Новые шмотки Нормально Ну Типа Не то Чтобы Тоже Не носить Одни и те же Джинсы 10 лет Но все же Как-то Покупать По По Мере Износа Скорее Одежды А не по Мере Ой Что-то Мне новые Туфеньки Захотелось Ой Что-то Мне старые Джинсы Надоели Порвались Купил Новые И все Тем более Вряд ли У вас Одна пара Хотя У мужчины Они частенько Более Неприхотливые У них бывает Одна Куртка На сезон Одна пара Джинс На сезон Две Три Майки И нормально Но все Но все Ромно Есть Какие-то Рамки В которых Можно Уложиться Чтобы Скажем так Не Бедствовать Но и не Шоковать Некое Среднее Число Понятное дело Что для каждого Оно свое Но все же Его можно Выявить Я не хочу Читать Пруф Расскажи Рассказываю Вилса Рассказывает Что Путин Норм А Россия Все хорошо А Роскосмос Отличная Контора Которая Дофига Чего Делает Я не Помню Что Вилса Говорил Что Путин Норм Может Как-то Косвенно Так Воспринимается Но Я такого Не Помню Что Путин Норм Роскосмос Да Они с Роскосмос Но там Роскосмос Там у них Какая-то Типа Вот эта Космическая Тема Была И все Ну это Прикольно Но это Чисто В рамках Хай-тека Не более В Москве Есть квартиры До 60 Миллионов Думаю Нафиг Садовое Кольцо 40 плюс Притом Это все На минималках Властей Больше нету Да вот На больное Надавили На больное Надавили И понеслось Если хочешь Чтоб тебя не доебывали Говори хорошо Ну то есть Обтекаемо Понятно Это как раз К вопросу О том Что Никто не хочет Никто не хочет Возиться С властью Потому что Это чревато Последствием Поэтому проще Как-то типа Поулыбаться Друг другу И разойтись В родную сторону Новость Продолжим Продолжим Новости Поговорили Побомбили О наболевшем Продолжим Новости Резидент Резидент Эвел Вилледж Очень переживаем На этот счет О господи Мультиплеер По Резидент Эвел Как же мы будем Без него Ну зато режим Мерканарис Будет Режим Мерканарис После прохождения Игры Короче Там режим Где с волнами От зомби Отбиваться Волн От зомби Отбиваться Волн Что я сказал От волн Зомби Отбиваться Вот что я Миднайт Клаб Лос-Анджелес После возвращения В продажу На Xbox Еще и подешевела Вместо 15 долларов 1300 рублей Гонку Уже продают За 8 И 39 Долларов 650 рублей Более того Теперь игру можно взять Через современный Microsoft Store Миднайт Клаб Лос-Анджелес Можно купить На Xbox За 650 рублей Если у вас есть Xbox Обязательно Купите Правда это Миднайт Клаб Лос-Анджелес Я помню Я в него на PlayStation 3 играл И что-то как-то А нет На Xbox Я его покупал Точнее сначала Я его по-моему Забрал На PlayStation 3 Там он как-то Но я хотел Попробовать с рулем Который у меня был Поэтому купил На Xbox По-моему За какие-то копейки А в итоге Руль полностью Не поддерживался Точнее Часть кнопок Не хватало Потому что Там больше кнопок Было Рулить можно было Я что-то поиграл Поиграл И забил Но мне Миднайт Клаб Второй Больше всего понравился Хотя Лос-Анджелес Тоже неплохой Я играл в итоге В Миднайт Клаб Лос-Анджелес На PSP И Во второй На ПК Вот пруф Самые веселые Начинаем Давай посмотрим Что там Что там за пруфы На сороковой минуте Что-то там начинается Что-то веселое Это даже Это же просто интервью Да Понятно Веселые На сороковой минуте Тебе поправки Предлагали рекламировать К нам залетали Вот эти странные письма Которые полуфейковыми Оказались Но нет И мне предлагали Рекламировать выборы Президента предыдущей И выборы Мэра И я понимаю Что это не так делается То есть Когда тебе предлагают Рекламировать выборы Это не на почту Письмо приходит Поэтому Очевидно Что это все фейк Классная пруха Мне кажется Мне сейчас уже глупо Предлагать Потому что я и там Отказался И тут отказался Но очевидно Что с третьего раза Вряд ли получится А на тебя Эта вся история С отравлением Навального И с расследованием Произвела Какое впечатление Конечно Показательно То Как люди Это все восприняли То есть В такой прям Едином порыве Огромное количество Просмотров Все такие Да Вот Значит Все плохо Плюс он это все Выпустил Перед Первый ролик Перед прямой линией Путина А второй сразу Мы только вернулись К новостям Ну мне сказалось И возможно Будет еще третий То есть Я так понял Что там Есть Значит Запасы И видимо Что-то еще Комбинация такая Шахмана Да Он красивый Сыграл красиво Да Насколько это все Достоверно Вот тут Настолько То есть Я так скажу Если это правда Я очень переживаю За нашу безопасность Потому что Если вот так Оно все происходит А скорее всего Так и происходит Я верю в нашу Расклябанность Алиповатость На всех уровнях Раздолбайство Что-то не слышно Что-то не слышно Что Путин Хорошо И все прекрасно Будет грустно В общем Замечательные пруфы А то есть Закеты Который услышал Что-то свое Видимо Видимо услышал Что-то свое Там Пруфы Обличающие Ммм Говорит о раздолбайстве Говорит о том Что все плохо Да Это обличает Определенно Определенно обличает Нет А может быть дальше Где-то Но пока в первых С сороковой минуты Начинается интересное Но что-то я не услышал Ничего интересного Ну то есть Все стандартно К вам приходили Да ко мне приходили Но я отказался Путин хорошо Это Путин хорошо Что вы думаете Про Навального Если это действительно так То это очень плохо Типа Я переживаю За свою Типа Можно переживать За свою безопасность Потому что вот так вот Все происходит Это типа Не говорит Я раза Навального Равно за Путина Да Как всегда набросил Да Как всегда отвлек нас От важного От более важных новостей Мы уж совсем далеко ушли В Путинах Навальных Майкрософт Отчиталась О крайне успешном Первом квартале Двадцать первого года Выручка компании Растет по всем направлениям У нас бизнес Бизнес-выпуск Бизнес-выпуск Отвлекающий Асти Хедер Выручка компании Растет по всем направлениям Но самый впечатляющий результат У консолей Их продажи в деньгах Подскочили на Двести Тридцать два Процента Ну наверное Это связано В том числе Тоже с дефицитом Вообще консолей Что у Плейстейшн Все хорошо Что у Иксбокса Все хорошо Все хотят играть На Некстгене А его нигде нету В магазине Не купить Доход от Windows Вырос на 10% Во многом За счет некорпоративных клиентов Сказывается повышенный спрос На ПК Из-за пандемии Выручка от Surface Составила 1,5 миллиарда долларов Против 2 миллиардов Кварталом ранее Тем не менее На фоне показателей 2020 года Рост составил 12% Выручка от продаж Консолей На фоне старта Иксбокс Сириес Подскочила на 232% По сравнению с аналогичным Кварталом 2020 года Ну да С другой стороны Они же сравнивают С аналогичным Кварталом Прошлого года А в прошлом году В это время Никто Иксбокс Особо не покупал Поэтому логично Что оно подскочило До 232% Выручка от сервисов Иксбокс Выросла на 34% От игрового подразделения В целом на 50% Выручка от сервисов И облачных серверов Выросла на 26% Компания впервые Разбила свою выручку По категориям И наличные компьютеры Windows, Surface и Xbox Приходится около 13 миллиардов долларов Это 31% От всей выручки Компании То есть От Windows, Surface и Xbox 31% Неплохо Неплохо Если вы Все еще не знаете Чьи акции покупать Наверное Хотя это никак не связано Забейте Не слушайте меня Я как-то херни сказал сейчас Но Как видите У Microsoft Тоже все хорошо Как-то странно На самом деле У всех все хорошо Никто Кстати PS5 в кредит нельзя А Xbox А Xbox можно? Я не знаю Спроси у Набиуллина Когда на следующий раз В сеть выходить будет Спроси у нее Можно ли Xbox Может она даже Про Xbox не знает Вообще Откуда она знает Плыва PlayStation Интересно Наверное Ну какие-нибудь Дети Внуки Там Знают PlayStation Вместе с началом Предзаг Вот мне интересно Вот хочется Знаете Хочется Есть такая По-моему В твиттере Такой хэштег Был Типа What What In the What in the bag По-моему Типа Что в сумке Вот хочется Посмотреть Чем живут Из чего состоит Чем заполнены Квартиры Набиуллины Что у нее там Вот Есть ли там PlayStation Например Телевизор Какой телевизор Именно В вопросах Не Знаете Не убранство Типа Висят ли у нее Шторы Византийские Там Или Сделан ли Камин На третьем этаже Московской Квартиры Не вот этого А именно Технические Хайтешные Какие-то истории Насколько Они у них там Развиты Есть ли там Switch Например У ребенка Наверняка Там же есть Дети Наверняка Вот Что-то такое Очень интересно Не знаю Почему Switch Можно Но Switch В кредит Кстати Можно купить Я думаю Ты обойдешься Двумя выплатами Всего Switch Что стоит В районе В районе Двадцатки Ты мне кажется Возьмешь кредит На двадцать тысяч Погасишь его И погасишь его В следующем месяце Вообще Беспроцентно Сейчас же Большинство кредитов Еще и беспроцентные Там 90 дней Если ты грамотно Возьмешь кредит Там типа В день В нужный день То у тебя будет Там почти два месяца Беспроцентные Вот Все И ты Ты просто За два За две недели За две недели За два месяца Накопишь сумму И выплатишь Ну или Выплатишь Большую часть А потом Остаток Доплатишь Там в течение Двух Трех Месяцев Потом Игры в кредит Покупать Ну да Это уже придется Брать кредит Не на игры А на Вану валюту Но с другой стороны Тинькофф же Выдает в валюте Ну как Выдает Там кредиты Как бы Денежные То есть ты можешь Купить предмет Какой-то в кредит Но Не предмет А как бы Деньги Короче Вместе С началом При загрузке Ремастера Ром Total War В Steam Авторы Снизили Системные Требования И превратили 4К текстуры В бесплатное DLC Чтобы вам Не пришлось Качать лишние 30 гигабайт Почем зря Спасибо Разработчики Total War Ром Ремастер Total Ром Total Ром Вар Ремастер По ставке PlayStation 5 С начала продаж Достигли 7 и 8 Миллиона Единиц А количество Подписчиков PS Plus Тем временем Выросло До 47 И 6 Миллионов Как и ожидалось Прошедший Фиксальный Год Стал лучшим Для игрового Подразделения Sony За всю историю Как Видите И у PlayStation Все хорошо И у Microsoft Все хорошо У всех Все хорошо Только консоли Нигде не купить А так Все хорошо По данным The Hollywood Reporter Режиссер Годзиллы Против Конга Уже ведет Переговоры О следующем Фильме В киновселенной Монстров Одно из Возможных Названий Продолжение Сын Конга Мой пиздюк Блин Я взял эту новость Только потому что Меня так Поеселило Название Сын Конга Конг И сын Конг И Конг Поменьше Сын Конга Сан Оф Конг Это как Недавний Снайдер Который Сан Оф Сан И Найт Оф Найт Также тут Сан Оф Конг И Найт Оф Годзилла Не хватает новости Что у NVIDIA Все хорошо Так они по-моему Они вроде В другой Год По-моему В другой месяц По-моему Итоги подводят Они по-моему Подводили В начале Года Если я правильно Помню Сан Оф Сан Энд Конг Оф Конг Да В общем Ну ожидаемо На самом деле Частично ожидаемо Потому что Годзилла против Конга В кинотеатрах Довольно неплохо Собрало денег Я так понимаю Что они окупились В итоге Поэтому Ожидаемо Что Что-то подобное Они собираются Что-то подобное Они собираются Снять Еще Ну Сын Конга Не знаю Зачем Как странно Сын Конга Ах ты Сын Конга А так Это новый квартал Вроде Отчет NVIDIA Уже был Вот мне тоже кажется Что Отчет NVIDIA Уже был В Microsoft Store Появилась страница Засекреченного Шутера Ubisoft Под кодовым Названием Incursion Судя по странице Это сетевая игра До 102 игроков Для Xbox One И Xbox Series С поддержкой Кроссплатформенного Мультиплеера А точно Похоже На новую Sprinter Cell Определенно Netflix сообщил Что релиз Помните Мы вчера с вами Про Sailor Moon Разговаривали Так вот Специально для нас Netflix сообщил Что релиз Дилогии Полнометражных аниме Красавица Воин Sailor Moon Вечность Состоится 3 июня Вместе с датой Релиза стриминговый сервис Представил и новый Трейлер аниме Еееей Ну наконец Хоть какие-то Хорошие новости Хоть какие-то Хорошие новости Спрашивается От кого он родился Отвалился просто От Конга Отколупался Кусочек Конга И вырос В Большого Конга Уже был Сын Конга Во втором Кинг Конге Восьмидесятых Гивер И ZX Видимо Ведет Фильмографию Лор Лормастер Конга Он точно Знает Что восьмидесятых Уже был Сын Конга Дип Ролл Дип Лор Айпанишь ее Мне нравится Этот субтитр Я покараю тебя Блин Хорошая анимация Паша слишком молод Чтобы смотреть Трэшак Про сына Конга Не почему Я люблю Трэшак Слишком молод Только хочешь сказать Чтобы мой батя Бы посмотрел Про сына Конга Я сомневаюсь Скорее мы И поколение Которое может Посмотреть Трэшак Про сына Конга Мы не воротим нос Мы Мы как бы Мы наоборот Лезем в самое Запретное И странное И не Не впитываем его В себя Просто типа Гы-гы Был какой-то Был Комикс Такой Про чувачка Который сидит Таким Лицом Каким-то Таким И скроллит Скроллит Комп Потом Следующий кадр Обычно Пустой Туда Добавляют Что-то Там Такое Что просто Невероятно Невозможно На это Смотреть У Челика На следующем Кадре Меняется Лицо Типа Охеревший И Следующий Кадр Где он Лежит в кровати И с таким Охеревшим Лицом Это был Изначальный Мем А потом Его переделали Под то что Типа он Скроллит Видит Это Сначала У него лицо Такое А потом Опять Нормальное И потом Еще Он в кровати Тоже нормально Лежит А потом По-моему Такой же Сделали Мем Только Он В итоге Типа Скроллит Видит Какую-то Дичь И Там По-моему Картинка Была Так Как будто Он еще На это Дрочит Типа Типа Норм Типа Ну Норм Типа Нормальная Картинка Вот Мне кажется Что Наше поколение Это как раз Поколение Людей Которые Листают Щитпостинг Щитскроллинг Делают Листают Ленту Видят Какую-то Просто Отбитую Дичь Там Просто Какая-то Херня Вот Они такие Смотрят На это И Листают Дальше Ну То есть Настолько По-моему Современное Поколение Наше поколение Невозможно Чем-то Шокировать Уже Мы просто Ни во что Уже не верим И ни на что Не надеемся Типа Типа То что Других Может оскорбить Там Задеть Ой Мои Чувства Ой Там Моя Моя Гендерность Нас Просто Непробиваемые Уже Нас Ничем Не пробить Мы Дед Инсайд Давным Давно Нас Таким Уже Не зацепишь Это Ремейк Пустили В Нетфликс Или Сняли Новый Я так Понимаю Это Полнометражка Дилогия То есть Два Фильма Я так Понимаю Полнометражных Аниме По Не сериал Судя По Описанию Пересказ Визуальных Мемов Мой Конек Мой Конек Продолжим Капком сообщила Что отгрузки Monster Hunter Rise За первый месяц Составили 6 Миллионов Копий Пока Игра Доступна Только на Switch Релиз ПК-версии Ожидается В начале 22 Года Очередная Новость Из Рубрики У кого-то Все хорошо У Monster Hunter Rise Все хорошо Кто бы и сомневался В этом Ждите ПК-версию В 22 Году И это По-моему Последний материал Который я для вас Подготовил Да У меня больше ничего Нет Давайте Пройдемся По Свежим Новостям Новая Современная Sailor Moon Так Что у нас тут У нас тут Промо-материал Коротко Эргономичные Мониторы Для игр И работы С графикой Спасибо Совокупные продажи Nioh и Nioh 2 Превысили 5 Миллионов Копий Всего за год Сиквелы удалось Достичь 2 Миллионов Копий Ну вот видите Nioh и Nioh 2 За год Заработало 5 Миллионов Превысил Продажи Превысили 5 Миллионов Копий А у Monster Hunter Ace Всего лишь За сколько За месяц Изи 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 Прототип Отмененный Castlevania Resurrection Для Dreamcast Выложили в сеть А Ну это у нас уже была Это была уже новость Я не был Апдейт Тираж PlayStation 5 Достиг 7-8 миллионов Копий Это уже было Сбер Открыл игровое Подразделение Сбер Геймс Оно займется Издательством И разработкой Направление Возглавила Алиса Чумаченко Основатель Game Insight И Госу Data Lab Ну вроде Звучит неплохо Звучит неплохо Надеюсь Что Это не будут Исключительно Патриотически Направленные Игры Всего на сайте Сбер Геймс Открыто Несколько Десятков Вакансий Большая часть В команду Разработки Из Москвы И Вильнюса Вдобавок К этому Сбер Рассматривает Возможность Приобретения Других Игроков На рынке Например Уже Идут Переговоры С Госу Data Lab Известные Своим Голосовым Ассистентом Госу Voice Ассистом Для Геймеров И игровой Аналитической Платформы Госу Data Основатель Алиса Чумаченко Возглавила Подразделение Сбер Игры И развивать Ассистента Госу Voice Ассистент В дальнейшем Планирует Именно В инфраструктуре Банка Например Его собираются Использовать В качестве Дополнения К играм Издательства Алиса Чумаченко Также известна Как основатель Издательства Game Insight Которое Она покинула В 2014 А до этого Она занимала Позицию Вице-президента По маркетингу В Astrum Online Entertainment Вот так вот Она выглядит Че, молодец? Молодец Вообще Шикарно Как считает В Збере Игровое подразделение Откроет новые Возможности Для российских Разработчиков Им будет достаточно Просто привлечь Аудиторию Благодаря развитой Экосистеме Банка Сейчас одной Из крупнейших Компаний На российском Рынке Игр выступает Mail.ru Group С ее подразделением My Games Она также Выступает Издателем И развивает Свой облачный Сервис Посмотрим Что из этого Вылиться Посмотрим Удбоксы В кредиты Запускаешь Игру На тебя Оформляется Кредит Ну прикиньте А прикиньте А вот прикиньте Вот вы смеетесь А прикиньте Просто прикиньте В Сбер Как она там Назовала В Сбергеймс Выходит Криптоигра Которая Завязана На В том числе Сбербанковской Криптовалюте И вы через Игровые Интерфейсы И игровые Механики Себе Ну типа На крипте Что-то Что-то Зарабатываете Даже Хватит Тестировать Чат Серьезные вещи Сбергеймс Я конечно же Фантазирую Как обычно Нил Дракман Признался Что вместе С Холли Гросс Уже Набро Вас не слышно Чат Вас Я не вижу Текста Чтобы Текст Тест Прошел нормально Надо писать В донатах В донатах В чате Не видно Нил Дракман Признался Что вместе С Холли Гросс Уже Набросал Общие черты Сюжета The Last of Us 3 Действие Которое Происходит После The Last of Us Part 2 Что The Last of Us Part 3 И про что Там будет Про Лысого Мальчика Мальчика Девочка Я не помню Кто он Кем он Себя Определяет Мальчик Моей Девочкой Просто я хз Про что там еще Про Про что там еще Как Элли Отращивает себе пальцы Пальшевает Новые Элли Отпиливает руку И приделает К ней дробовик В игре тебе приходят Зэки Говорят что Они модераторы Игры Кидают тебя На бабки Не просят Они говорят Что Произошла Крипто Транзакция Из Краснодара И Им надо Проверить Для этого Тебе надо Прислать Свои данные А ты молодец Тест Тест Вот этот тест Ну Так Не очень хорошо Видно С помехами Но Работает Работает Про судьбу Клюшки для гольфа Так она там и осталась Где была Ее же никто Никуда не унес Было бы прикольно Если бы Эбби В итоге Носила бы Эту клюшку С собой Типа как оружие Какой дополнительный Специальное оружие Она же там Ее и бросила Но С другой стороны Концептуально Это довольно Неплохая Была бы игра Где Вы 3 часа Просто Или 15 часов Просто смотрите На клюшку Которая лежит Иногда Прибежит собака Какая нибудь Иногда Зомби Пройдет мимо Иногда Человек На пятом часу Придет человек Возьмет клюшку Ударит ей По Вазам Стоящим На Этажерке И бросит На пол Все Мужчина А зачем Она устала От жизни Такой Задолбавшаяся Элли Задолбавшаяся Эбби Не ну может быть Про Эбби Сделают Но вряд ли Я даже не знаю Что О чем они там думают Для Киберпанк 27.7 Выпустили Ход Фикс 1.22 Исправляющий Самые распространенные Ошибки Появившиеся После предыдущего Патча И превышающий Стабильность Повыша Превышающий Патч Превышающий Стабильность Over 9000 Стабильность Но это и надо Поучиться У Плейстейшн Вот там Там всегда Патчи На стабильность Stable As Fuck Так вот Патчи Исправляющий Самые распространенные Ошибки Появившиеся После предыдущего Патча И повышающий Стабильность И производительность Игры Еще один патч Который что-то Улучшает Интересно Ряд багов Во время квестов И исследований Открытого мира Atlas Объявила Что спин-офф Persona 5 Strikers Досигла 1,3 миллиона Проданных копий В рамках серии Persona Цифра Внушительная Strikers Заняла Четвертую строчку По тиражам Среди всех игр Франшизы Окей О судьбах Главных героев Сокола И Зимнего Солдата В комиксах Мы уже рассказывали Пришло время Поговорить о тех Кто в сериале Остался на заднем плане Ближе всего К оригиналу Оказался Исайя Брэдли А вот Карли Мергентау Почти новый персонаж Я не буду Почитать Потому что Возможно Для кого-то Это кажется Спойлерами Поэтому Потом сам Как-нибудь Прочитаю Так Наброски сюжета Третьего The Last of Us Наброски сценария Александр Попов Комментатор и журналист Формула 1 Специальный ДТФ Автоспорт Прикольно Интервью это было Sony с июля По сентябрь Рассчитывает на Схожие с прошлым годом Результаты Однако Тогда Вышла Ghost of Tsushima Сейчас у компании Ничего не заявлено На третий квартал Однако Многие теперь Рассчитывают на Релиз сиквела Horizon К сентябрю Ну То есть Есть риск переноса В аэропорте Шереметьево Появятся Биометрические Сканеры Для быстрой Индификации Пассажиров Хай-тек Угадай Сотрудника Индустрии Игр По его Рабочему Сталу Промо Забавно Forza Horizon 5 Отправит игроков В Мексику Журналист Джефф Граб И Windows Central Ссылались на свои Источники Отмечают Что Forza Horizon 5 Отправит игроков В Мексику Ожидается Что Forza Horizon 5 Могут анонсировать На E3 2021 И выпустить В конце Года Но Мне кажется Что этому Не бывать Потому что В этом году Скорее всего Выйдет Forza Motorsport К тестированию Который По-моему Уже начали Допускать Ряд Людей Которые Подписаны На Программу По тестированию Forza Что-то такое Поэтому Мне кажется Что Любые Слухи То Что Forza Horizon Может происходить В Мексике Окей Но то Что ее выпустят В этом году Сильно сомневаюсь Будем На наркобароневиках Кататься Да Да Вот это Как раз Как только Где-то В Дискорде По-моему Кто-то Повесил Эту новость Что Forza Horizon 5 Будет в Мексике Там Конечно Зашли Сразу Пошли разговоры О том Будем ли мы Перевозить наркотики Будем ли мы Гоняться От картелей Или за картелем Все Российская компания GS Group Объявила О производстве Материнской платы На базе чипсета AMD B450 Технически Это ребрендинг S-Rock B450M Но с модулем Доверенной загрузки Которая обеспечивает Дополнительную аппаратную защиту Окей А че 450 А не 550 Че с второй То делать В рамках программы Архива Fruit and Tomates Отыскал негативную Рецензию На гражданина Кейна Написанную 80 лет назад Из-за этого Картина Орсона Уэллса Лишилась Идеального рейтинга Его все еще Удерживает Например Сиквел Паддингтона Прикольно 450 Дешевый Ну понятно Что дешевый Но надо стремиться К следующему Как бы 550 не станет Не станет дешевле Пока не сделает 650 Вот так вот В PS Store Началась новая распродажа Со скидками на игры Разных жанров До 13 мая По сниженным ценам Можно взять К примеру Nier Automata Jedi Final Order Сборник Kingdom Hearts И Person 5 Royale Так Это 1.3 копии Миллиона Айфон научился Показывать 3D изображения Без дополнительного Оборудования Какой молодец Тем временем Fallout 76 Стартовал Четвертый сезон С новыми наградами Ячейками Ячейками Камп С возможностью Построить второе Жилище Улучшенными Торговыми автоматами И не только Спасибо People Can Fly Продолжает свое Расширение Теперь Польская компания Прибрала Канадскую студию Game On Которая специализируется На Motion Capture Ранее Стороны Уже сотрудничали Во время Разработки Шутера Outriders Ну в общем Расширяется People Can Fly Активно Уже вторую студию Покупает И Capcom сообщила Что отгрузки Monster Hunter Rise За первый месяц Оставили 6 миллионов копий Эта новость У нас уже Была Эта новость У нас уже была Видите Все Я же говорил Новости почти нету Интересных Все какие-то цифры Да цифры Те достигли того Эти достигли его И вот только Набиулина Со своими 35 миллионами Разбавила наш Скучный Скучную среду Есть по поводу Было по поводу Чего Подискутировать Вот На этом все 1159 Подошло К концу Следующая партия Новостей Будет Завтра Сегодня же Меня разрывает Между Продолжением Геймдева Или Я уже Просто я целые сутки Получается Даже больше Больше суток Ни во что не играл То есть реально Я последний раз Запускал По моему Call of Duty В понедельник В понедельник ночью То есть это почти Во вторник утром Но в понедельник ночью Я запускал Call of Duty И играл С товарищами В мультиплеер Это было последний раз Когда я во что-то играл С того момента То есть Весь вторник И вот сегодня утром Я не запускал Ни одной игры Надо Как-то Надо это исправить Но Меня разрывает Между тем Чтобы поиграть Во что-то Что я знаю Типа Той же Call of Duty Может быть Или В Oxel Tycoon Погонять Отдохнуть Или поиграть Во что-то Во что я не играл Типа Как например Мы говорили Что вот Корсары Я например В Корсаров Никогда не играл Что-то еще Какая-то была игра Недавно Тоже Которую я не играл Потому что Они меня не привлекают Неделю не играл Нет Я не играл С понедельника Ни во что Либо во что-то еще Короче Можно Dragon Quest Но мне что-то Вот Dragon Quest Сейчас не хочется Не хочется Тем более Joker is Wild Тоже почти не приходит Закинул Где-то В прошлом году В прошлом году 300 рублей Закинул И все И как-то Даже как-то И стримить не хочется Потому что Опять он пропустит Все И не посмотрит Сидмайзер Пираты Я тоже не играл Вот Не знаю Либо А Меня давно Подмывает Установить На мод Аномалию Я играл В сталкера Модификация Аномалия И там Вроде бы Для него Вышло Целый пак Визуального Изменения Визуала Вот В том числе Там вроде бы Механику Поведения Оружия И ствола Перенесли Типа из Таркова Ну примерно И меня тоже Помывает Все что туда Отправится И Допробует Короче Не знаю Не знаю Не знаю Давайте мы Сегодня Это и Решим На Стриме Непосредственно А Выживальщик Бабжа Вышел Я это Зачем Это не мем Это моя жизнь Меня как бы Меня не интересует Выживальщик Бомжа Я бы в космосе Полетал Там Из автоматов Пострелял Как бы Выживальщик Бомжа Это В России Ты живешь Это симулятор Выживальщика Бомжа Но та стратегия Кстати про бомжей Была неплохая Ну Голосование Так может мы Голосование На На стриме Устроим Не сейчас Ну в смысле На Я просто сам Еще даже не знаю Я вот сам Еще не решил Может я сейчас Поем И такой Вот я в это хочу А мы тут уже Наголосовали На какую-то херню Наголосовали Не знаю Вы же наверняка За Dragon Quest Проголосуете Тем более Я не знаю Где искать Где там Пираты Сидмайерсы Че там Где они В этом надо Разобраться Посмотреть Вашей Вашей Нужен симулятор Космического Бомжа Ну Космического Путешественника Да Блин Космические Рейнджеры Я бы поиграл Но космические Рейнджеры Они очень Туго Разгоняются К сожалению Я бы поиграл В космических Рейнджеров Но там На начальном Эпизоде На начальном Этапе Надо очень Долго Долго Формить Чтобы более Менее Добиться Чего В стиме Есть пираты Ну Сидмайерсовские Пираты А сколько Они стоят Наверное Дорого А Корсары Тоже есть В стиме Корсары Старые Они могут Задушить Но Речь не о том Если что Речь не о том Что в эту игру Мы проведем Весь стрим Скорее всего Я в течение Стрима Буду запускать Разные игры Поэтому Может быть Подготовить На торрентах Одни пираты Понятное дело Что и корсары Старые И Сидмайерсы Старые И прочее Я на плате Ру Купил за 60 рублей Вводишь Читы И фармишь Фармить не надо Ну так Вводишь Читы И по всех Побеждаешь Так не интересно Короче Чего Вы предлагаете Сейчас голосовать Или Да нет Я думаю Нам надо Нам надо Не так Поголосовать Давайте Окей Я решил Для тех Кто смотрит Этот выпуск В записи Я с вами Прощаюсь 1159 Вернется завтра В 1159 Всего хорошего Увидимся Люблю Целовую Обнимаю Пока Не искренне Прозвучало Но я искренне С вами прощаюсь И мы искренне Завтра Увидимся Да Завтра Новости Продолжится Это для тех Кто в записи Смотрит Фейково Прощаюсь Для тех Кто Сейчас На трансляции И не фейково Для тех Кто В записи Все Пока Продолжение следует... Продолжение следует...